Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в плаве на традиционном вечере подготовки к ММВ. И начало вечера, как обычно, открывает главный организатор соревнований Александр Тонис. Здравствуйте, рад вас видеть. Сейчас у нас будет тридцатый, по счёту. В 2003 году весной это сейчас начиналось. Тридцатый уже для нас этот день, ну, день такого избавления, облегчения. Тем меньше суток назад были отданы карты, сейчас, понимаете? Все, конечно, интересует, где будет еда. В этот раз мы выбрали для ММБ район на юго-востоке Московской области, по Казанскому направлению. Вот место старта. Платформа Хорошова, которая находится недалеко от города Коломна. С платформы надо будет еще пройти, вот примерно как тут нарисовано, через поселок в основном, около трех километров до места старта. На старте есть какая-то вода, видите, канала, но, естественно, лучше заранее залить на себе емкость. Хорошо. Что я могу рассказать про дистанцию вкратко? Может, потом после меня еще кто-то выступит, что-нибудь еще расскажет. Вот этот лес, который начинается после старта, он на самом деле, ну, вначале он может быть не очень приятный, а потом он классный вообще. То есть там такой лес, где обычно ищут грибы, такая вот зеленая. Трава невысокая растет, липы, там елки редкие, здоровый вполне лес. Сейчас районников почти нет и мало, немножко где-то заболоченные участки. Причем, если в районе высокой травы и заболоченности еще всего лишь неделю или пару недель назад Атаковала различная авиация и ползущие гады, потому что клещи полноразмерных, довольно-таки, как кони, в общем, такого размера. Клещи наползали прямо в станы, вот, летали лосинные муки, сейчас все это успокоилось, вообще не вступает в свои права. Еще немножко белый мороз, снег и мубая. Дальше вас ждут звукательные приключения, путешествия по лесам, по просикам, по чуть заметным дорожкам, броды, смена карт, еще броды, еще леса. Потом какой-то ахрик, правда, начнется, в виде совершенно тотального короедника, вот как после ядерного взрыва, не знаю, я такого еще не видел. Может, только Артем Лавринович, правильно, изменить, когда сейчас подробно, что происходит с этим, где-то есть, что-то нет. Там мы не рискнули проходить дистанцию непосредственно по завалам, в общем, там будет попроще, на самом деле, потому что иначе вообще не будет. Там, собственно говоря, все будет идти своим чередом, у нас там жуточный финиш. На всех точках, на самом деле, есть вода, но на всех точках она требует кипячения. К сожалению, вдвоем не очень. Ого, еще раз. Нет, ну как, можно брать воду из ручьев, в принципе, но она там достаточно застоявшаяся, в основном, из-за деятельности всем вам известных животных, богов. Бобры перегораживают реки, образуются большие пруды. Таким образом, вода в них, на самом деле, портится, становится мутной, становится застоявшейся. Питие без кипячения очень важно. Ну, где-то, где проточные участки, в принципе, я объявлюсь. Есть теоретические виды. Мобильная связь кое-где не ловится, есть такие места. В промежуточном финише Андрей меня, может, поправит. Скорее, она так средней колодится. Смазки точно. Ну, вот так, могу фотографии это показать. И, может, это посолочка там нибудь. Так. Так, ладно. Ну, значит, придется вот так. Смотрите. Значит, ну, вот тут всякие красоты летние. Вот это, на самом деле, артефакт на дистанции. Кто найдет, тому, ну, неа. Присоединяем вас много. Ну, так. Почет. Почет и уважение. Этот велосипед был забыт на дистанции кем-то. Я, на самом деле, переживал, потому что мне в этот же день позвонили люди, связанные со спасателями. И сказали, что мы как раз примерно в том районе ищем попавку человека. И мне эта картинка с велосипедом, такой пазл, угрожающий сложились. Ну, вроде как. Нашли? Да. Это вроде нашли. Успед так и стоит. Уже больше месяца, может быть, и несколько месяцев. Вот это, собственно говоря, бобромная плотина, такая классическая. Видите, как она сделана из палочек и земли. На самом деле, по таким попавам против плотины замечательно переходить с речки и ручьи. Они наши друзья. Хотя они... И лес за них падает. Ну, вот, еще пример, попробуй за трубе. Вот это прекрасная, такой пафосная дубка. Это один из контрольных пунктов. Вот это уже при постановке дистанции мы застали во время заморозки. И можно в тот же день, когда и бабочка-адмирал. А, да. Вот первая картинка была бабочка-адмирал. Вот это вот. И в этот же день Андрей... Ну, точнее, сначала был иди... Сделал девочку. Да. Вот всякие подаемы, озера. Вот это замечательный квапоротник. Все это, конечно, еще летние краски. Песенелетние. Ну, потому что дистанция ставится, можно сказать, круглый год. Вот как мы хочем в предыдущем ММБ. Так мы ставим новый. А замороз? Когда мы... Ну, несколько дней назад, 3-3-3-4. Когда мы на сентябре... Когда мы бегали на чемпионате России прогенем в нижнем, там тоже был иди. Вот. Вот это, на самом деле, пропашка. Тоже друг ММВшника. По пропашке замечательно бежится, идется. Она как дорога. Это противопожарное сооружение. Обычно по границам лесов. Не все эти пропашки мы смогли нарисовать, но обычно, если есть границы леса и поя, то понедет пропашка. Ну, вот такие чистые пропашки встречаются. Вот это вот хороший чистый лес. Вот. Пруд. Такая зарисовка. Алёнушка. На самом деле, эта картина, этот кадр был помещен в подборку ради Юли. Юля участвовала в постановке «Дистанция», а сейчас она в очень отдаленном фантастическом просто месте, которое называется «Мыс терпения». находится на острове Сахалин. Привет. Будут разные сосны в форме музыкальных инструментов и даже греческих букв. Вот это – пси-сосна, по-моему. Там тоже будет хапрэш. Да. Там такие замечательные пляжики на речках. Здесь можно речку перебродить. Вот это смена карт. Такая уютная смена карт. А, всё. Ну и, наверное, пусть мне задают вопросы, я отвечу быстренько. Перепады высот большие будут? Ну, они будут. Скажи, вот мы ещё недалеко от станции, там заказник есть. Ну, насколько я знаю, через него будет проходить дистанция? Мы постарались… Дистанцевая парада обошла. А? Нет. А то на фотографии там было похоже очень на море, где дуб. Ну, не знаю, дубы разные положат. Это поле было или дуб? Ну, не знаю. Скорее всего, там можно находиться. Там, где нельзя находиться, где мы видим таблички, там в КП не стоят. Мы, конечно, не можем гарантировать, что мы все такие таблички могли исследовать, но, по крайней мере, стараемся. Есть вопрос. Кучи, пусть и погани, попадаются регулярно или редко? Ну, в меру регулярно. В основном, они есть. Скорее, есть. В соотношении первого и второго дня примерно. Да. Хороший вопрос. Я забыл об этом сказать. Большой будет ММБ Гарауси. 92 километра всего для тех, кто берет все. Первый день 61, второй день 31. Вот. Теперь смотрите, что мы сделали для тех, кто не хочет проходить столь большие расстояния. Ну, и вообще для того, чтобы было побольше вариантов прохождения дистанции ММБ. Мы в этот раз не сделали за называемым амнистию, то есть участки, где можно какие-то пункты не брать в каком-то количестве. Все пункты надо брать, чтобы не было суть штрафа. Но этот штраф сейчас для многих пунктов очень маленький. Иногда даже на грани лентальности, что называется. То есть те участники, которые бегут или быстро ходят, им, конечно, надо брать все. А те, кто ходят помедленнее, им уже может быть просто выгодно что-то пропустить. Таким образом, мы надеемся, что у нас все-таки будет довольно много разных вариантов. Люди рассортируются по этим вариантам, по тем пунктам, которые они берут, которые пропускают. В общем, мы решили попробовать такую генировку. Посмотрим, что это получится. А один участок? Первый, второй день? Ну, будут. И первый, и второй день участки облакоузного облакоузного. Там, где не одна линия движения, а много. Саша, ты говорил, там давалы, где будут какие-то ужасные, они хорошо отравлены на карте? Или все-таки вот эти границы не везде смутились? Мы стараемся потратить на карте, знаком завал. Я сейчас, окажется, выкладываю. Сейчас собой у меня нет, к сожалению, но я выкладываю, как это выглядит в одном из обсуждений урожая. Да. Там, где такой трек по завалам, я на запись этого трека потратил около двух часов. Шёл и представлял себе, что будет на моём месте какой-нибудь человек пожилого возраста, не очень здоровый. В общем-то, уже был бы повод для вас спасать. То есть там всё серьёзно и капитально лежит. А обойти нельзя? Обойти. Вот я как раз подумал, что лучше бы обойти, ведь станция так проложена, чтобы всё-таки не очень обнедряться. Но вот в данном участках отдельно там будут варианты подключить завал? Ну, будут, конечно. Ну, как? Можно обойти. Можно всё за заломку подстелить. В принципе, можно и нужно обходить. Если вы видите перед собой завал, не лезьте в него, особенно ночью. Вы там потеряете очень много времени, всё проиграете, а ещё, может, и травма. Не дожди. Потому что там очень коварные сучки, они от кроссовок-то ничего не оставляют. А на промфинише до цивилизации далеко будет? Да, спонсоры с чаем будут. Это уже проблема промфиниширующих. Мы не озабочены таким вопросом, как доставить. Может быть, это или нет? Да, спонсоры с чаем будут. Да, спонсоры с чаем будут. Будет, значит, смотрите, кто у нас спонсоры. Спонсор у нас клуб путешествия в этот раз. Есть арена, сплав, спортмарафон. Ещё есть спонсор, наверное, скорее партнёр, ромашковский пчеловод Сергей Клещинов, который обещал приехать на финиш второго дня и там устроить и фабрику кухню с гречкой, там и мёд свой продавать. Саша, банданы будут? Так, это вопрос хозяевам. С его заведения вроде да. А, да, мы обсуждали, что будут банданы. Их напечатали столько, чтобы раздавать их надо было не всем, а тем, кто в основном берёт пункты. Ну, там почти все будут. Будут установлены некоторые правила, по которым будут выдаваться банданы. То есть будет неправильная такая стратегия, чтобы быстро бежать в надежде получить бандану, когда все остальные идут по дистанции. Так не получится, потому что будут смотреться карточки у тех, кто хочет получить банданы. И если там будет мало отметок, то банданы не будут получаться. Хорошо. Это просто новости. Ну, у нас это правильно, учитывая наша стратегия. А, политика сам экспорция. Это правильно. Цельная штрасти. Ну, это горюшка там. Без двигателя. Без двигателя. Андрей, может ты что-то расскажешь по постановке дистанции? Есть что-нибудь добавить? Андрей, чуть-чуть. Дерекина там у нас есть. Вы скажите, что. Есть еще некоторые кокошки с маленькими штрафами. А, пошел. Смотрите, что там у тебя есть. Это там есть, не знаете ли, а не знаете ли? Ясненька. Особенно для... Особенно для... ...бесмерти. Твои ребята в обоих? Да. Они ходили? Они не ходили, но они нормальные физики. Они ходили? Они не подобные штуки. Просто вот. Смех такой матьловый. Меня слышно хорошо? Да. Есть некоторые специфичности к районной дистанции. У меня придумался такой небольшой рассказ в полусказочной форме по поводу нынешнего района дистанции. Один из известных московских геокешеров рассказал почти про район нашей будущей дистанции примерно так. Давным-давно по моим просьбам лесники прорубили просьб так, чтобы получились клетки шахматной доски размером в один квадратный дефолит. С тех давних пор просьбики изрядно заросли. Вам придется неверно. Как бы то ни было, вам предстоит делать ходы по этим клеткам и поставить мат в черном кране. Искатели ожидают бесстандартной ситуации. Будьте, пожалуйста, внимательны и обдумывайте ходы, чтобы не попасть в цепь ноты и не получить нитительный патт в каком-нибудь боли. Необходимо умение ориентироваться. Хорошая карта и компас обязательны. Дорожки, обозначенные в картах атласов, могут не вполне совпадать с реальностью. Но и лесные пути совершенно заросли. Участников МНБ, собственно, задача немного проще, так как ходы не нужно будет делать на доске, АКП явно обозначенная на карте. Кроме того, постановщики и тестировщики, конечно, постарались уточнить проходимость в большей части дорожек и других линейных ориентиров. Тем не менее, квартальные столбы на пересечении просек могут оказаться повалены или вообще отсутствовать. Номера кварталов как на столбах, так и на картах могут оказаться не совсем яркими. На вашем пути может встретиться много интересного и сказочного. Возможно, и лукоморье с дубами-конгунами, хотя с вопринципи из гвастого кота ученого на них может и не оказаться. Лешего, русалок на ветвях, равно как и следов невиданных звеней на неведомых дорожках, разумеется, не обещаем, но хотя как знать. Так же ступу с Бабой-ягой давно сожгли в печь, к сожалению, и в лесных пожарах. Она не может разве что в некоторых названиях местных еще что-то сравниться. Впрочем, если о зверях, наши друзья-бобры поработали на славу и будут радовать участников не только хорошими переправами, но и эпичными пейзажами. Разумеется, одолеть черного короля-караеда непросто, лесу он навалил немало. Правда, в лесу может встретиться и портал, вряд ли уступающий сухому туннелю из знаменитой зоны. Отважный путник, который дойдет до конца этого пути, возможно, не найдет комнаты исполнения желаний, однако имеет шанс побегать тут плывать ни много ни мало на берегу океана. Говорят, что Охотское море на любого морякового луна найдет. Наш же океан на любого ориентировщика найдет свое нестерпение. Этот период переберим. Если не устрашится морозов и не попадет в лапу пиратов, найдет путеводную нить, что пройдет на общественную конструкцию наших сказок. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. А сейчас мы переходим уже, собственно, к подготовке. Говори нам расскажут о своем опыте. Участники ВП. Победители 2015 года, весной. Это Вячеслав Курчаков и Евгений Бадуев. Хочется сказать, что эти ребята, они не только мамбашники, но они очень крутые туристы. Которые ходят по серьезным маршруту в горы. Не только. Так что это люди подготовленные. Марино. Не тебе, конечно. Ты у нас-то будешь самым известным. А скорее, по-своему, с тобой спортсмены. Всем добрый день. Сейчас расскажем о нашем опыте. Может быть, до того, как мы шли, до победили, как сказать. До того уровня, дошли. Лично у меня начиналось уже, наверное, лет учаться 9 назад. Первые два раза не дошел. Нет, первый и третий раз не дошел. А потом как-то по накатам пошло. Набирался опыт. И стало ясно, каким образом нужно отходить, чтобы, ну, конкурировать уже, попадать. Возможно, в 50-60, так скажем. Вот. Поэтому, если ты умеешь просто хорошо бегать, то это не гарантирует тебе, что ты попадешь. Попадешь даже в тридцатку. То есть, такая комбинация всего. И туристический опыт нужно иметь. И опыт ориентирования. Ну, и, соответственно, бегать. Бегать по лесу. Скажем так. Прошло на расскажу. Значит, по поводу... Я могу добавить. Да. Женя, я старше. Он доходил все время. Нет, один раз старше. Тоже, по-моему, первый раз. Ну, это было так. Лет 15-го, когда еще никто не бегал. Все ходили, выбирали тех, кто ориентировался хорошо. Ну, например, такая команда, как на русский. Всем известно. Те, кто там может участвовать. Вот. В общем, тема у нас такая, что мы хотим как бы подсказать. Ну, конечно, мы не профессионалы, кто-то их просто смотрел. Есть люди, которые уже собаку съели на этом деле. Вот. И им там, в общем, рассказывать бесполезно. Все равно все свое мнение. А у нас рассчитано на, скажем так, начинающего, ну, может, среднего, которому пригодятся наши советы. Потому что у нас путь-то, в общем, довольно боги был. И вот и Женя сказал почти 10 лет, он там пытался, значит, и все-таки в конце концов выиграл. Маш-басок и я там, может быть, больше 15 лет там. Ну, что-то все никак не получалось. То третье, то четвертое, то второе, там... Ну, наконец-то. Пусть я 10 лет там. И Женя выбежит. Маш-басок. Вот. Так вот, относительно снаряжения, то есть обрисовывать ему снаряжение, готовка снаряжения, потом... подготовка... Ну, это немножко отдельно, конечно, тема пищи, еды, во время баста, на баста кореи. Третий аспект — это как бы физическая... Готовка человека и вообще... Надо чуть-чуть, можно сказать... Готовится ли... Ну, мне не обязательно там быть крутым спортсменом, бегать там... Все зависит от ваших целей. Сейчас вот, если мне кажется, нужно... Нет, но... Нужно, по крайней мере, пройти... То есть и раньше было такое соревнование 100 за 24. Это типа вот, надо пройти, как хочешь, можно, конечно, и выше... Мы выпустили, пройдёшь на 24. Сошли туристы, пас... Чуть не паспорт на дорогу, это считалось круто, прошёл... Значит, тебя возьмут, и будет поход. Куда-то вот... А потом вот, может, поскольку, успел свои права там... Он уже развился до... Соревновательного уровня такого... Ночного. То есть... То есть разница во времени возникает уже в минуты у некоторых команд. С учётом того, что бегут-то не один день, целый день, ещё один день. То есть... Ну, это вообще... Очень круто, я считаю. Такого... Ну, это буквально последние, наверное, лет пять такое стало случаться. До этого такого не случалось. Разрывы там... Кипа несколько часов, там, и так далее. Даже сейчас, в принципе, от первых, там, трёх команд, там... Даже двух, там, будет разрыв. У нас это полтора часа. Мы штраф получили, а заняли при этом второе место. Вот. А сейчас-то уже, конечно, плотнее, там, всё подходит друг к другу, там уже, может быть, и, знаете, команд там, которые стоят, с таким разрывом, наверное, внимание. Вот. Ну, в общем, вернёмся, спустимся с этих небес, обожителей, вот, к... к... снаряжению. Ну, вообще всё, в общем-то, в общем-то, то, что мы сегодня будем говорить, призвано... То есть, дать вам советы, чтобы у вас не случалось никаких ЧП, вот, ну, чтобы вы наиболее комфортно чувствовали себя. В чём бы ты пошёл, чтобы, ну, если ты не меньше, на первом месте, то есть, на дочь попасть, на десятом месте. В чём бы ты пошёл? Ну, в десятых, хотя бы сотен. Вот. Первый совет, очень такой важный. Ну, тут и без меня вы все догадаетесь, мы всё-таки напомним. Смотрите сразу прогноз погоды, и отсюда будет чётко определяться ваш пакетик, который будет тащить с плечами. Он может различаться, в зависимости от погоды, там, там, от пяти и выше килограмм. То есть, например, в одну погоду, там, вы можете в пять вместиться, с учётом даже воды, а в другую, там, погоду, у вас есть, надо, может быть, и семь взять. То есть, напомню всем, что наш басок имеет тёмную зону, то есть, вам нужно ночевать. И вы должны, ну, как бы, отдохнуть нормально. Это, как бы, залог следующего дня, залог вашего живопеда, залог получения удовольствия от этого. Ну, опять же, призываю вас получать вот такие предвещения удовольствия. Ну, хотя, конечно, все мы здесь, в основном, много мучиться. Но, всё-таки. Вот. То есть, надо мучиться, получать удовольствие. Потому что, кто первый участвует, там, всегда, они там, удовольствием, получать, ну, первый паста на расшире, в следующий раз пришёлся, а потом ещё, поворачиваются, они опять приходят там, а потом начинают, через десять лет получать удовольствие. Ну, ещё через пять лет, и всё начинается, начинает отваливаться. Ну, хотя не погонят, ну, ладно, хватит. Обедался. Вот. Значит, посмотрели по огонам, и, опять же, осенние, и весенние маргаски, они чётко отличаются. Прежде всего, ну, понятно, температурой, конечно же, там, осенний, холоднее. Исходя из этого, вы должны уделить внимание первостепенно, как вы будете ночевать, но если дождь, соответственно, вы берёте тент. На это делал плёночку, честно скажу, есть экстремальные варианты, Женя там, ночевал, мы пытались под одним тентом укрыться, но что-то у нас не получилось, пришлось в открытым небом там, а вот всё-таки Женя залезет, потому что плёнка рвётся, например, она лёгкая. А вот, например, целлофан, многие вот, дети волокна у нас используют, может целлофан, это довольно легко, и на 100%, потом можно выкинуть, сжечь. Вот. Ну, как бы, есть варианты просто тентов, они сейчас лёгкие, сейчас, у вас уникальная возможность, если такого назад не было, сейчас вы, в принципе, можете всё купить. не надо что сшить там, вот там, Женя опять же, такие, вам расскажет немножко, как он там, шил спальники, без спины там. Сейчас всё можно, в принципе, в зависимости от ваших возможностей там, ну, я имею в виду финансовых там, и желаний, чего вы хотите вообще из этого выжить, можно с собой спалень взять там, килограмм вообще там, кайфовать. А можете купить за, там, есть спальники уже там, аналоги 350 грамм. Такой спальник, ну, опять же тут, он и дорогой будет, он, опять же, может его не хватить, ходить у нём там, ну, лежать, и думать, где же спальник у него, чё? Вот. Как в том анеготе, когда, знаете, в 20 спрашиваешь, что, хоп, а где же наша палатка? Вверху звёзды. Вот. Ну, собственно говоря, возвращаясь к этому вот началу, значит, ну, я бы хотел так, ментально разложить там вещи, вот, есть у вас, ну, есть у вас там, рюкзак, потом, что-то для ночи, то есть, соответственно, там, коврик, спальник, и какой-то тент, всё зависит от ваших обстоятельств, там, группы вы пишите, у нас возьмёт один тент, а группы, или даже палатка, что-то возьмёт. Вот. Это, как бы, такой блок, да? Второй блок, позначит, наверное, вода. Вот, некоторые есть там, фанатики, готовы пить из всякой лужи, лучше поберегите себя, вот, сказал он, становщик, что, не стоит пить, и, вот он сказал, и на это надо было сразу обратить внимание, это значит, что у вас должна питьевая система быть, заполненная, ну, в зависимости, опять, от того, как, может, вы будете бежать, вам надо пить конкретно и хорошо, а может быть, вы будете идти, и вам там, хватит, выводить с литром. Я, например, по-разному, я от одного до трёх литров. Опять же, сейчас вот эти питьевые кафе, и, по счастью, на них можно ориентироваться, ну, не знаю, это, помощь, это, может быть, это даже лишнее для, как бы, по сравнению с ММБ, который был там, 10 лет назад, когда всё было сурово, но, тем не менее, можно на этом сильно сэкономить, если там, ну, опять, есть нюансы, он, может быть, по вашему пути, а может быть, по вашему пути, честно вам скажу, что, ну, прям такой чёткой однозначности нету, по моему опыту, лучше иметь воду вот там, а не где-нибудь в колодце, там, пару километров. Ну да, только это другую-другую воду. Да, но, всё, опять же, вот смотрите, холодная погода, она предполагает, меньше воды, тоже. И, вообще, когда такие вещи ходите, да, вы уже должны быть, как бы, готовы к этому, знать своё, своё потребление. Ну, какие-то, ну, всех же какой-то опыт есть там, а если нет опыта, значит, попробуйте, побегайте там. вот, вообще, я вам, прям, говорю, что на, на день, если вы водохлёб, вам надо 3 литра, если вы верблюд, такое тоже бывает, но это зависит от степени вашей тренированности, вам, возможно, и одного литра, достаточно, и опять же, от дистанции, вам же как-то не дают заранее. Ну, прям, в сырую погоду. Лучше, вы возьмите с собой, там решите сколько, наверное, в сырую, да, холодную погоду, особенно, меньше хочется пить, вот, ну, исходя из этого, ну, в среднем, как-то, получается так, что везде, на самом деле, полтора литра. Ну, смотри, не просто воду, а лучше, минеральную, с порошком, с изотоником, можно просто добавить в соли. Да, потому что, соль теряется, очень активно, и ее нужно восполнять, чтобы коленки, там, наберечь, и так далее. Ну, то есть, Женя умеет любить, что, конечно, я имею в виду воду, я как-то так по умолчанию, да, вообще ее всегда надо наполнять чем-нибудь, там, либо это рогигидрон, вот о чем Женя говорил, в любой аптеке, либо изотоник, там, если такие, ну, вот это, питатель спортивного, что все это все знают, да, опять же, еще такой маленький совет, не сыпьте, сколько они там вам советуют, три ложки, там, пол литра, лучше половину того, что они советуют, или чуть-чуть больше, там, ну, не знаю, две трети, потому что, как правило, такие концентраты, рассчитанные, не знаю, лошади, что ли, ну, реально, спортсмен, там, только потому что, начинаешь пить, и у тебя это вот здесь встает, там, да, еще, прежде чем, попробуйте, завтра, может, он вам не подойдет, но это разные группы, какие-то идут, а какие-то не идут, может, не подойти вам, мы потом будем учиться на дистанции, вот, это, знаете, вот, как бы это все рассчитано, как бы, то, что я говорю, даже на спортсмена, возможно, у, скажем, такого класса туристического, который, в общем, задаются все цели, там, скажем, здесь у всех целей-то разные, я понимаю, одним просто погулять, пройти и посмотреть прекрасный маршрут, вторым там, ну, это три-три такие группы крупные, а вторым просто нам улучшить свой результат, вот, то есть этим дойти, и посмотреть, закончить все. Этим, значит, лучше свой результат, а еще одна есть, скажем так, рубожители, которые хотят, там, попасть, например, десятку, пятерку, там, выиграть, еще чего-нибудь, вот, вот от этого тоже, конечно, поэтому я к чему, что туристам, в общем, может быть, ну, все равно нам, конечно, надо иметь, может быть, меньше надо иметь воды, может быть, стоит термосвет, если холодно, термос, например, да, это, конечно, очень сильно поможет, но, конечно, это невесовой выигрыш, вообще говоря, хороший рюкзак, ну, я, честно говоря, ориентируюсь на весеннюю, побольше, но, впрочем, по длине, и там, вроде кажется, надо еды больше, воды там, на самом деле, примерно одинаково, просто, что тут надо снаряги, все-таки, там, идти, что-то теплое, брать с собой, ну, примерно, такой хороший рюкзак, но, я не буду говорить, крайний вариант, потому что, не 4 килограмма собрать, не стоит не соберете, если нормально брать воду, а 5 килограмм, это вот такой, ну, супер хороший вес, там, потом, надо тоже понимать, что, грамм, они, в каком смысле, влияют, честно говоря, в таких вещах, там, ну, 100 грамм, это уже так, если на все смотреть объемно, то, конечно, там грамм, здесь грамм, а потом сложишь килограмм, то есть, надо в объеме смотреть, пытаться сэкономить, а вот, но на каких-то вещах, нужно держать баланс очень четко, Женя, яркий пример у нас, вот, мы когда бежали, у нас такая была жесткая погода, вот, и там был ветер, дождь, да, очень большая влажность, а это смертельная доза, то есть, что не выдерживаешь в горах, это влажность и ветер, это все тангез, то есть, начинает все дохнуть, прямо на глазах, как мухи, и вот, с Женей случилась такая ерунда, вот эти мы пропадают, у меня просто, я был вот, возвращаясь к навигу, у меня была такая курточка, в чем сразу скажу, есть мембрант, разный, над гортекс, такой вот, однослойный, да, забывка мембрант, но очень тонкая, нет, сейчас еще делают еще легче, да, опять же, по погоде, все-таки она и совмещается, и тепло, она как бы сохраняет, и защищает тебя влаги, что, вот у меня такая была курточка, Женя там сэкономил, у тебя была ветровка, по-моему, да, она такая быстро, да, она быстро промокает, ну да, я просто полностью умек, и, вроде как, ты ориентируешься на то, что, если двигаешься, ты компенсируешь эту потерю, ну, там был вот этот ветер, который, еще одна попадала, пока вот просто отпущу, могу не сказать про это, вот про что он говорит, казалось, вы двигаетесь, и вы будете согреваться, фиг вам, в какой-то момент, вы будете бежать, даже очень быстро, и вы вдруг почувствуете, что вас это не согревает, и вы с ужасом понимаете, что вы теряете свою энергию вообще, то есть вы начинаете уже не бежать там, плестить, да, мотивацию еще, то есть это вас уже не согревает, вот это вот, как бы, вот этого стоит, ну, опасаться и пытаться от этого, ну, как бы, избежать путем экономии во всех аспектах, то есть это случается, как правило, ну, где-то после там, 12, да, ну, под утро, ну, где-то после 10-12 часов прохождения, там, и смотря в каком темпе, конечно, вот, очень часто, и это попадало в реальность, вот это, я не знаю, там, может быть надо остановиться, согреться, садить еще, вот, лучше себя это, что называется, привести в порядок, вот, и я, знаю такой опыт, я с собой взял там, тоненькую ветровочку, лючки, вот слава богу, я их взял, Женя отдал, да, они очень легкие, 100 грамм, это 100 грамм, ну, Женю это, в общем, провело в счет, да, ну, я про блоки, я уже сказал, если так, системно проходить вопрос, вот блок, значит, то есть, сам рюкзак, блок ночевки, потом блок, ну, то есть, вода, и ваша одежда, вот, еще один блок, вот, то есть, вы посмотрели погоду, и поняли, что, например, холодный, и влажный, советы, вот, если влажная погода, или там, гритер сильный, все-таки, иметь вот эту запасность, не обязательно в начале одевать, но опять же, зависит от того, как вы начинаете, может, вы как поняли, зарысили, потом сдохли, или вы просто идете там, но все равно, сразу не стоит надевать, понятно, что вы спотеете, а вот, когда чувствуете, что уже вот, подкатило, ну, нас одели, и откатило, вот, то есть, я, я скажу, вот, как мы одевались, в легком, ну, плюс, ну, вот я, поправишь, если что, тогда добавишь, там, лосин, понятное дело, да, жевать на осень, ну, такой, сотый повар, можно так сказать, то есть, это обтягивающиеся, внутри еще, небольшие, такие условия, потом, соответственно, вы, одеваете майку, и, какой-то легкий, такой, спортивный, повар, не флиз, повар, полноценный, флиз, он такой, мягкий, ну, это, как бы, начало, вы начинаете, если вы, спокойно начинаете, ну, можете сразу надеть, там, вот, побежали, и всегда вы должны, ну, весной, это можно вообще, там, иногда и в майке начинать, да, опять же, второй слой, то есть, первый слой майка, вот, скорее всего, понадобится с длинными рукавами, да, и, то есть, сверху флиз какой-то легкий, ну, не флиз, полно, тоже, понятно, с длинными рукавами, то есть, у вас еще лежит ветрозащита, ветрозащита, я бы советовал, если это возможность такая есть, брать и низ и верх, ну, легкий, самый легкий вариант, опять же, если у вас будет это там, ну, ладно, у меня там 200, у вас будет там, 300 грамм, дай бог с ним, нормально, опять же, не все же там у нас, или вы там, 50, вот, что еще сюда, да, обязательно, головной убор в любом виде, бандана там, возможно, иногда там банданы хватает, но, опять же, не надо тонкие, наверное, сейчас брать, они должны плотные быть, вы знаете, как лыжники беговые, бегают таких, чтобы не продувало у вас, ну, даже не обязательно сверху там, либо в легкую шапочку, некоторые, вот я говорю, тут уже, на ваше смотрение, некоторые вот эти вот берут баффы, но иногда их, ну, хотя я не знаю, все по погоде смотрят, бывает, не хватает, они все-таки легкие, если, ну, два не сплата, то, конечно, нормально. Я добавлю, что, в топовом варианте, ну, в самом скоростном, идеально, если ты одет, ну, вот, уже готов к старту, и у тебя с собой только одна курточка и спальник, все, и вот этим желательно обойтись. Ну, опять же. Если хороший прогноз, то и курточку можно не брать, подбежишь, потом и смешишь. Это, как бы, самый, стримальный вариант. Вот с учетом пола, все. Ну, я не беру, наверное, когда люди берут спальник, а спят просто под фольгу. А, вот такие были случаи. Это я сейчас сказал вообще. Я совсем забыл. Вы же должны помнить, что вам еще ночевать. А если вы на себя натянете, все это будет мокрое. Просто даже от вашего тела. Поэтому лучше, если к вам к ночи вы сохраните какую-нибудь там шняшку, сухую. Это даже тоже нюанс, потому что у костра прям все это... В принципе, можно высушить, да, но по-разному у всех бывает, опять же. Если вы там думаете, что у вас точно вы прибежите там и у вас впереди будет целый день там, а не в ночи вы прибежите, такие, куда бы прилечь бы, да, ну, как бы. Ну, да. Поэтому тоже учитывайте. Это же по-разному. Одни прибегают там в 10-12, опять же, от дистанции зависит, а другие прибегут там вечером или днем, там, третьей ночью. Вот. Поэтому, как бы, лучше подумайте. Да, и вот последний момент оловь. Оловь вообще супер важная штука. потому что все это потом отразится на вас через лет десять. Если не так, то берете чем. Я к чему? Вообще, лучший вариант, конечно, нет, ну, не асиксы, которые там предназначены для марафонов, понятное дело. ну, скажем так, отталкивают, можно отталкиваться, понятно, есть классика, там, Соломон, от него. Она довольно твердая обувь, она не для асфальта вообще, в большом счету, но для горного бега это вот максимум. Ну, и у нас здесь все-таки в основном будут мягкие дороги, ну, я имею в виду проселки там, трейлы и так далее, вот, но есть нюансы. я советую всем делать когда-нибудь, не обязательно сейчас там, сделать систельку, которая термоформирует, она будет сохранять, то есть, то есть, она формирует, формируется по вашей, ну, физиологии, вашей ноги. Это значит, что у вас будет правильный корпус стоять, вы будете бежать, потому что вы не будешь, не будешь вот следить, как вот врачи, физиологи их советуют, бегите вот тут, не вот так вот, а вот чуть-чуть наклоняться, там же понятно, то есть, а стельки, они как бы, в этом плане, они вас автоматически приводят все как-то более-менее в нормальный вид, дисциплинируют, скажем так, вот, и у вас потом, опять же, нога вот не выпадает в сторону лево-вправо, она удерживается в каком-то, вот, это очень важный момент, вот, а так, в принципе, все очень просто, с шипой одеваются, когда плохая погода, там, ну, то есть, вот, можно, конечно, и неплохую погоду, понятно, что не все же, там, по десять порогу, или, там, знаете, все-таки, они предпочтительные, вот, в основном, сейчас все бегают, как это называется, модель-то, сломала, спидкрос, да, они все с этим, ну, неважно, на самом деле, не сильно устарело, если честно, нормально, у него вес там, может, не самый лучший, но, нормально, она, то есть, вас удержит, вот, хороший вопрос, лучше, для тех, кто стремится, к галям, лучше, промокаемое, чтобы выжималась вода, потому что, даже в гортексе, у вас вода будет заваливаться, внутрь, и тут вот, будет засада, это все будет, там, булькать, а тут у вас есть возможность, все это выдавливать, когда бежите, бежите, незаметно, вдруг у вас в обувь сухая, на самом деле, не, некоторые начинают, выдумывать, еще добавляют, там, специальные носки, такие есть, гортекские, не, не, апрелов, это еще один, сил, как это называется, они это считают, как гортекс надели, еще один, мембраны, ну да, можно назвать мембраны, мазки, это тоже не очень подходит, для этого случая, это для хождения, если кто просто ходит, может это использовать, а если бегаете, бегаете, нет, конечно, или, неопрен, или, смесовая ткань шестяная, вот, самый лучший вариант, ну, не просто шерстяные, которые вы просто протрете, лохнотик, один раз, жалко, бабушки на носке, надо, чтобы были нити, обязательно, искусственное волокно, ну, их есть, они существуют, разных там, фирм там, иного там, есть специальные такие, почему полушестяные такие, ну, назовем там, 70 процентов там бывает шерсти, а, потому что шерсть, это вот, единственный материал, вот, который греет, в любом виде там, намокшим, холодным, не холодным, там, структура волокна такова, что она, раздражает немножко там, кожу, и даже, даже, когда он набирает воду, внутри его, в трубочках, он начинает нагревать там, ну, такие особенности, можно далеко уходить, вот, можно в неопрене, но неопрен, его надо постоянно, как бы это сказать, нагревать, в нем стоять фигула, вот, ну, я бегал в неопрене, ну, я не знаю, лет восемь, потом перешел на шестяные, а вот сейчас вот был Рогейн, про который вот, Саша говорил, в этом Нижненнобыле, там была роса под утро, и, ноги, в общем, блин, что-то в шестяных задубили, и я что-то вспомнил про неопрен, вот, да-да-да, задубили, да, еще один момент очень важный, почему про носки, вот, тоже надо уделять внимание, потому что, вообще коленки стираются легко и быстро, когда у вас ноги замерзают, это уже вопрос физиологии, я только задумывался, можно поэтому немножко отдельно сказать пару слов, вот, то есть, ноги, по возможности, должны вот, быть, в разогретом виде, хотя бы, я понимаю, что там, сухом не будут они никогда, это беда, конечно, это ваш, ваши жертвы, честно, вот, ну, возвращаясь, мы еще вернемся к этому блоку, там, чуть-чуть можно рассказать на эту тему, продолжая по снаряжению, вот, ну, вроде, все с ног, ну, в целом, да, если ветер сильный, советую, как лыжник, советую, после защиты отчего, если прогноз плохой, то лучше взять даже пуховочку легкую, если конкретный будет минус, ну, пуховка, вот отличный вариант, ну, там, только помните, что пух, если он намок, то он не берет, тоже есть, должна быть герма, да, да, забыл совсем про герму сказать, обязательно берите герму, ну, герма, можно пакет, да, но, он легче, да, он легче, но если вы не будете нырять, бывает такое, что, раз сбежал, опа, ты забышь, у тебя даже, даже мышок там, бегаешь, ну, да, весной, ну, лучше, в общем, взять, сейчас уже просто, технологии такие, что эти, мешки, они легкие, как у меня, да, но они не для воды, в полном смысле, они для, такой, защиты, да, первичная, если вы долго будете плавать, они, конечно, намокнут, но зато они легкие, как, целлофановый пакет, так, по поводу фонарик, давай, давай фонарик, вот еще, снаряжение, для ночи, это главный инструмент, потому что, для него, можно и передать, ну, да, есть там разные, на самом деле, ну, есть разные фонаринасы, у тебя вот, у меня, например, очень популярный, это все вот такие, надежные, дорогие линейки, это Petzl, и Fenix, да, у тебя классно тем, что у него кресток, грамотный, аккумулятор сзади, да, а у этого он трясется, и может раздражать, там, вот, есть фонари, с этим, умные такие фонари, хотелось просто отметить, вот, я показываю, да, видите, загораженный датчик, срабатывает, да, здесь есть подстава, подстава, если идет дождь мелкий особенно, он начинает у тебя, так, мигать, что у тебя нифига ничего не видно, да, есть тут еще один режим, раз, здесь есть еще одна подстава, что он, блин, начинает тратить батарейки, что, такая существует вероятность, что и тебе не хватит аккумулятора там, вот, поэтому, опять же, баланс, не все крутое, самое хорошее, в смысле, технических характеристик, пецель это здорово, феникс тоже, я за отказ, вот, фонариков, на мизинчиках, батарейках, и на прочих, лучше, когда, перезаряжаемый аккумулятор, это, экологический, и дольше, посчитали, вот, например, вот этот фонарь, используется только аккумулятором, за его жизнь, экономит, по-моему, 60 тысяч рублей, то есть, вот, фонарь, это я говорю, со слов, менеджера этого, еще раз, по 60 тысяч рублей, вы купите батареи, по 60 тысяч рублей, за жизнь, пока, вот, аккумуляторы, ну, это сейчас реклама пошла, такая, маркетинговая, это я так, не то, что я здесь рекламирую, пецель, хотя, вот, менеджер, мой друг, там, ну, не важно, на самом деле, вы можете пользоваться каким угодно, даже есть наши фонари, неплохие, мощные, там, да, я к тому, что вы можете любым пользоваться, и фениксом, и пецелем, и вот этим фонарем, но, как, здесь вопрос даже не в этом, ну, в смысле, и в этом тоже, как надежность, потому что эти фонари точно у вас там не сломаются, скорее всего, да, там, 0,9%, мощность, вот, я пришел к выводу, что, в принципе, вот, вот этого достаточно фонаря, но 350 юминов, то есть он бьет на своем лучшее состояние с аккумулятором, здесь есть возможность аккумулятора, вот сейчас аккумулятор стоит, а можно себе в карман положить, и пальчиковые батаречки тонкие, и вставить там, если вдруг у тебя накрылось, да, вот он в своем мощном состоянии бьет на, почти на 100 метров, 350 юмин, в принципе, да, вот, вот этого, в принципе, вполне хватает, но у меня ориентировщики подтвердят, я прав? вот этот бьет, ну, это как класс саурона, надеваешь, выезжаешь на шоссе, модели, вот это вот, как в нау, а вот это вот, атик, атик, актик, актик, кор, актик, название модели актик, только с аккумулятором, не обязательно ориентироваться на ПЕС, производителей очень много, а это, а это, американский фанат, тоже неплохая, но вот, честно говоря, соотношение веса у него похуже, похуже, да, но он классный тоже, у него светодиоды там, последние, да, хочется еще, вспомнить, бывает, ночью бежишь, уставший, и кто-то тоже лежит на встречу, и норовит посветить тебе в глаза, вот, такой дурной тон, хочется всем передать, что, старайтесь не светить участников в глаза, потому что это... в отношении, которое подвигало КП, всех расталкивает, и мы тут спешим, все понимали, что он спешит, правда, не, ну, не, ну, не, он прав, что, на самом деле, светит, ну, ваше преоценивание, что очень яркий фанат, и... вот, а почему вот, я говорю, вот, с этим можно выходить на шоссе, и тебя машины будут пугаться, как факт, ну, в принципе, ну, не всегда он редко, вот, ну, так вот, прямо его мощность, ну, он, по-моему, 500, там, т.е. он там светит, чуть ли не на, за 150 метров, вот, и более даже, вот, в принципе, вот такого, сейчас это уже современная модель, конечно, я не такой, вот такой фанарик, он, там, максимум дал 70 метров, вот, поэтому, в принципе, и вес хороший, и аккумуляторов должно хватить надо, поэтому, надо брать батарейки, на вторую, операция, ну, ну, вот, единственное, не затронули, еду еще, и потом физиологию, по поводу еды, можно сказать, сколько, вот, я ориентируюсь, килограмм 200, или полтора килограмма еды, мне должно хватить, ну, финиш второй нет, а там уже, при подножном корме, так сказать, возможно, кому-то, то есть, с учетом начетки, да, с учетом начетки, при том, что, как бы, упор делается, естественно, на углеводы, на быстрые углеводы, потому, что, ну, на дистанции, когда ты бежишь в тень, жиры особо не нужны, но есть только там, очень максимально плотно, они могут, как-то, кусочек, да, ну, белок, поэтому, основательно, жиры и белки, они могут пригодиться там, уже у костра, ну, соответственно, ну, что, батончики, мюсли, сникерсы, кто что любит, лишь бы оно хорошо усваивалось, я помню, делал такой вот рецепт, то есть, я брал геркулес, курагу, инжир, грецкий орех и мед, и все это, ну, смешивал и через носорожку пропускал, получалась такая паста, которую можно было упаковать в пакеты, в такие мешочки, и просто я их доставал и ел. Они были, потому что очень, получались плотные, и они, как бы, один такой мешочек заменял, ну, не знаю, пять батончиков мюсли, а эти батончики, ну, они, конечно, вкусные там, но они занимают много места, от них, опять же, больше мусора, вот, и опять же, кстати, хочу сказать, чтобы участники не мусорили на дистанции, не раскидывали фантики, я стараюсь собирать, потому что даже, когда я бегу, я, там, у меня мысли заняты другим, я все равно не накидываю фантики, я складываю в кармашек, и уже там, зажигаю или несу в контейнер, вот, и удивляюсь, когда, ну, пешеходы, раскидываются на дистанции, то это нехорошо, вот, это просто оттенит на всех, ну, я вот хотел, добавить, по поводу еды, то есть, вы разбиваете блок, опять же, система, еда для бега, то есть, в процессе вашей дистанции, причем, с учетом того, что, ну, если кто-то спешит, все это можно, в принципе, на ходу там, ну, обязательно по кармашкам, ну, лучше выбирать, честно скажу, что, конечно, ходу ешь, и там, надо неплохо, прям, проваливать, поэтому, может быть, какие-то промежутки, там, ну, когда там, побежали, ищите КАП, раз, там, там, улучшили, улучшили, момент, там, чтобы мешать с вами, там, коллегам в команде, вот, и блок ночной, то есть, взяли им на ночь еду, прям, вот, как раз, сало, и опять же, вот здесь, все очень индивидуально, если тут набег, все понятно, углеводная еда, то есть, это, вот, мюсли, смесь такая, батончики мюсли, гели, или, ну, например, арена, или еще какие-то, их полно там, где какого, не то же самое, вот, опять же, предупреждаю, что, они, сначала идут классно, например, в первые часы идет сникерс, вообще супер, в конце, он уже вообще никак не идет, прямо вот здесь встает, там, и уже даже язык его не воспринимает, а если больше суток, когда ты бежишь там, я смутерон, который знает, у тебя чуть не язык начинает язву покрываться, нужно не забывать, что, есть нужно обязательно там, каждые полтора-два часа, можно не заметить, когда ты умешь, и потрачу все силы, и, войдешь в зону, тебе придется уже доедать, и, зону, когда ты потерял энергию, да, и пока ты ее там, нарастишь, у тебя будет такое падение, что ты можешь просто просесть, ну да, вот, и, как бы, не надо пугаться там, все проседают, и надо, просто не забывайте, не сходить, надо носиться, полагать, там, товарищей команды, вот, ну, что на ночь, на ночь надо, такой, знаете, вот, что-то такое, весное, так, курицу, вот, конечно, ну, можно, там, сухое мясо, конечно, если облечиться, да, ну, надо, что-то такое, вот, что прям, тебе хорошо сделалось, кашку взять, пускай даже пакетиков, если кто не любит, может, конечно, опять же, кипяточки, с учетом кипяточка, ну, обычно, корелки обычно берут, как бы, кто проходит дистанцию пешек, а вот, кто бежит, он, максимум берет, там, сжигалку, чтобы разжечь костер, ну, разжигаешь костер, баночку берешь с собой, например, а, кстати, тоже, пустерами, можно баночку убрать, Женя так делает, я там, титановую какую-нибудь там, кружку убрал, там, вот, то есть, подогреваешь, бросаешь туда, просто взял там, вот, геркулес, там, вот уже, как бы, кашка, ну, все по-разному, я вот, например, беру, они все разные тоже, пакетики кашек на утро, там, а вечером, например, очень советую взять макарончики, в любом виде, там, неважно какие, там, роллтон, не роллтон, там, ну, вот, подобное что-то, оно легкое, потом, это длинные углеводы, тоже надо помнить, надеюсь, там, большинство знает, такой длинный углевод, короче, если просто, съедаешь, и они долго тебе там, это расщепляется с сахаром, то есть, это вот такой сахар, не мгновенный, вот гель, ты его ешь, у тебя все внутри, через 15 минут, там, во всю действию, химические реакции идут, а когда ты съедаешь, макароны, то, реакция идет, ну, просто на порядок больше, уже, там, в течение нескольких часов, ну, все, все, то есть, это вот такое, как бы основополагающее, а дальше там, то чего, знаете, бывали люди, которые там, зефир, беру зефир, не могу что есть, кроме зефира, другой, курец надо взять, обязательно, все зависит от вашей физиологии, да, есть какие-то фундаментальные вещи, можно не забыть еще, ночью, захочется спать ночью, поэтому тоже есть разные приемы, разные приемы, как бороться со сном, можно просто себя мотивировать, любить, берут гуарану, кофеин, какие-то вот такие баночки, хочу сказать, что когда я покупал гуарану, он сказал, а вы что, водитель, дальнобойщик? нет, говорю, я спонсмен, вот, они любят покупать, то есть, это не зря, что еще может пригодиться? Гуаран бывает в таблетках, не только в жидком виде, в жидком виде очень хорошо, быстро действует, но, тяжело там, можно как бы, плевать на это, а еще есть кофеин, многие гели делают с кофеином, можно тоже применять, кофеин штыривает еще круче, по-моему, кажется, чем это, с гуараном, ну, гуараном, такая, мне кажется, ну, ну, не такая вредная, как кофеин. да, по поводу, восстановления, нужно что-то сказать, ну, в смысле, вот, видимо, на кофеин. если мы пройдут, то все нам сказали? ну, да, да, я вам советую, обязательно, все-таки, планируйте горячее питье, ну, кто-то, я не знаю, компот может пьет, а кто-то, все-таки, чай, да, там, или кофе, да, то же сами там, решайте, обязательно чай должен вечером быть, и утром, вот, по поводу восстановления, ты имеешь в виду ночью. и ночью, и вечером, ну, какие процедуры? нет, я как бы извещаю, есть всякие порошочки установителя, да, есть такое дело, но, тащить тяжело, как бы, наверное, в других условиях можно применять все-таки, когда у тебя там постель нормальная, вот, или, ну, можно тоже, конечно, воспользоваться, все-таки это не, не без этого, они вот прям там, рекупере, по-английски, по-французски, это, значит, восстановление, есть такие вещи, я не знаю, где котлы, есть, это, это по составу, это не, да, это очередная смесь, но есть вообще, ну, скажем, вещи, которые потребляются перед гонкой, во время гонки, и после гонки, вот это вещи, после гонки, это не допинг, а вообще всем, мельтронат классная вещь, особенно тем, кому за соток, это все это, происки капиталистов, не, не подумайте, я там не употребляю мельтронат, не в этом даже дело, а это на самом деле, витамин для сердца, если так, по большому счету, просто, это так, другая немножко тема, в том смысле, что если вы тренируетесь, у вас тяжелое расписание там, и, ну, это, конечно, для суперпрофессионалов, а у них иногда, просто не выдерживают, они таких нагрузок, им надо что-то такое есть, чтобы это все помогало, чтобы они могли сохранять свою графику, вот, поэтому вам это не, не пригодится, скорее всего, там прям, вот, и, все-таки, восстановление, я считаю, глобально, это не с помощью вот всяких порошочков у вас должно быть, но, как я сказал, с помощью хорошего, сухого, спальника, сухого одежды, чтобы вы просто выспались, на самом деле, вот, да, просто вы это помните, и, как-то старайтесь в этом ключе, то есть, если вы выспались, конечно, тяжело, еще и какой нюанс есть, а вы прибегаете, вы не замечали, наверное, многие замечали, как вы там, тренируешься, побегаешь, возбужденный, вечер, потом, что-то начинаешь, смолить, успокаивается, твое боди, все, прям, лег, телевизор, не заметил, как два часа, а потом утром вставать, а почему это, потому что у вас, все возбуждается, тут, тем более, бежать, двенадцать, восемнадцать часов, сколько там, пробегу были, и вот тут вам нужно, как бы, все-таки, подпустить тело, вот в этом-то, вот, весь вопрос, конечно, подпустить тело, это хорошо хряпнет, там, 50 грамм, если честно, ну, 20 грамм, вот, но, чтобы избежать алкоголя, хотя, 20 грамм, честно, не помешает, наиболее эффективное средство, ну, это, греться у костра, отдыхать, вот, и, я бы не советовал даже, если раньше побегаете, днем там спать, лучше вы вольно ложитесь спать, вы до этого сидите, а потом, то, что если вы поспите днем, но ночью не будете спать, вот, ну, как-то так, добавишь еще вот к этому восстановлению еще чего-то? Ну, хочу добавить, что, залог успеха, это, морально-волевая, настроенность на, на прохождение дистанции, на занять какое-то место там, или, может быть, ориентироваться уже на каких-то известных людей, там, так сказать, фейсмейкеров, которые, ну, четко идут, занимают одно место, и ты знаешь, что я его, значит, обгоню в этот раз, или попытаюсь над ним, вот, ну, и не сдаваться. Я подозреваю, что большинство людей, все-таки, они ходят не за этим, что-то сказать, за каким-то там, гнаться там, ну, конечно, они для себя лично, как-то устанавливают план, большинство ходит, чтобы, ну, пройти все-таки, за дистанцию, я прав, или, правильно же, я умею, да, ну, пройти, получить удовольствие от того, что ты смог это сделать, получить удовольствие от того, что вокруг, такие красивые вещи, которые там, Саша Тони, с этой же командой, там, пытается вам показать, вот, поэтому, я все-таки думаю, что для этого, больше мы для этого говорили, но с учетом, конечно, каких-то нивансов, здесь самое главное, вот, безопасность соблюсти, ну, просто, вот там, не было никогда никаких, там, случаев, вот, крайних, вот, просто вот на мути-гонках, к сожалению, были случаи, только из-за того, что вот, люди ходят в клинч, перестаются выражать, как в гарах бывает иногда, и попадают там, под электрички, как бы, что за что там происходит, я вот слышал такое, там, то есть знаю даже такой случай, сбило там, или еще что-то происходит, там, выбежал на дорогу, там, там же тоже люди-то, они могут сбить, там, вот, то есть, такие вещи надо, и еще, когда вот там, по лесу, особенно, ночью, самая большая засада, это сучки, которые наводнят глаз, то есть, если выкалит, так выкалит, вот, бывало такое, пролосил, слава богу, там, всякие шрамы здесь были, там, тоже здесь надо, еще, хотел бы еще, пока не забыл, по поводу коленок, у вас сейчас будет, холодный, холодный у вас будет, наш басок, потому что осенний, да, ну, плюс-минус, может повезти, будет теплее, ну, вот видите, сейчас выходные, будет мороз, в следующих выходных, не знаю, что там будет, вот, поэтому, я советую, если у кого-то, какие-то проблемы с коленками, минимум, намажьтесь, вплоть до феналгона, или подобное, разогревающее, не обязательно, там, такой крутой, перед гонкой, намажьтесь, здесь, на коленке. Вот, флисовые коленки, может быть, пандаши, если у кого-то помогает, ну, у тебя, да, да, вот, если, что-то, какие-то проблемы с коленками, лучше оденьте сразу на коленки, на коленках есть проблема, там, когда бежишь, вот, то у тебя, в общем, возникает, как бы, они немножко, ну, тянут, ладно, они забирают складки, так, мешают немножко, ну, да, могут натереть, даже шрам, вот здесь, вот, под коленкой, такой, мощный, просто не обменуло, наколенником, прям, подстерло, вот, от того, что ты изгибаешь, изгибаешь, да, если есть какие-то вопросы, а, еще, советую одно место, активное, натирать кремом, если кто-то бегает, такой, мне не смешной вариант, можно не смешно, если ходишь, даже если ходишь, потому, что, паховые зоны, ягодичные зоны, они имеют способность, значит, вот, тереться, тереться, может, по молодости, там, у вас что-то, это, самое, теряется, вроде, сотрется, но вообще, честно говоря, может и не выделиться, как сотреться, что потом, вы просто, знаете, как обезьяна будете ходить, как монгольцы, не всадят, не молчь, не висать, вот, или как эти, бандерлоги, да, с такими красными шумами, да, не, реально, а там, вот, это, вот, хорошее очень следствие, месси, пожалуйста, да просто просто, – Боро, Боро просто, или, месси, или, месси, или, ручшие месси, да, да, а коленки, вы, я посмотрели, как, не тратите. – Серьезный дистанции бежите? – Ааа, ну, конечно, нет, никто не бежит, я вам по секрету скажу, никто не бежит в дистанцию. А почему? А потому что тебе надо капе поискать. Нет, уже не бежишь. Если говорить от капе до капе, все зависит от... Вот ты если попал в это вот, где вот это все есть, там этот короец страшный, как вы назвали? Борелор. Черный корольный. Вот там ты не сможешь бежать, тут и не надо бежать. Просто выбери, ну ты должен решить. Может быть, а бежать лучше. Нет, ну вот весной, 2015, когда вы выберете, вы бежали все дороги, какой процент вы не бежали? Вообще мы бежали, мы бежали. Процент вообще по всему. По всему, ну процентов 70, наверное, да? Все бежали? Ну, процентов 70. Если лес плохой, то просто переходишь на быстрый шаг. Очень быстрый шаг. Помнишь, я даже шел, а ты бежал. Там вроде болеол. И противных функций. Очень быстрый шаг, это 6 км в час. Быстрый шаг, в общем, да, 6 км в час. Быстрый шаг, нет, 7 км в час. Не, не обольщайтесь. Серьезно говорю, это мне кажется, что... Да, что представлю. 6 км в час. Проблема с бегом в том, что... Образный такой быстрый шаг, это 6. Хороший шаг такой, довольно быстрый. Вам даже может показаться, что очень быстрый. Это 5. А такой неспешный, это 3-4 км. Проблема с бегом в том, что если ты бежишь 4 часа к ряду и вдруг перешел на шаг, бывает такое, что тебе тяжело снова бежать. Бежать, и как ты начинаешь, что ты расслабляешься, чаще перейдешь на шаг. Но это и называется, те самые 3-4 км. Это еще бывает, что ты на старте слишком сильно рванул и чуть-чуть надорвался. Тут надо еще понимать, что надо баланс опять соблюсти. Можно, конечно, бежать сначала дистанцию, Почему-то последние несколько часов ты почему-то перестаешь вообще бежать. Просто потому что у тебя все кончилось. Или что-то заболело. Ну то есть вот как-то так. Я, кстати, не уяснил. В этот раз будет беговая дистанция больше? Или как? Саша еще вниз? Вот она, Саша. Как вы тренируетесь? Ну, как, нужно обязательно, значит, ходить, ну вот, сражение. Ну, для начала, я лично хожу на ориентирование на разные шаги. В выходные или в будние. Обязательно нужно ходить в лес, просто ходить в лес, без строго. Чтобы было умение ходить по, опять же, буреломам, по кустам каким-то. Это все вот эти маленькие навыки, но они складываются в общую картину, куда ты можешь быстро перемещаться, а кто-то уже там начинает ковыряться и падать. То есть своя техника передвижения. Просто ходить в походу, одного дня. Систематически, может быть, раз в две недели. Уделяйте самому делу. Как-то специально бегу, я не тренируюсь. Ну, разве что, может быть, я на велосипеде езжу на работу. 20 км в день. Хороший вопрос? Ну, вроде все. Вот как ты тренируешься, скажи. Такой как бы бег, ну, если длинные дистанции, надо, конечно, под это делать. Есть подбег, это одно, подхождение, это немножко другое. Ну, в целом, такая дистанция, очень такая, показательная, что ли. Это, ну, вот 10 км в час, 10 км, вот выбежали по парку, там, пробежали раза, там, ну, 2-3, там, в неделю, например. Не надо всего морять перед соревнованиями, там, да. Вообще можно перекратить за неделю бегать, например, да. Ну, по крайней мере, десятка, она вам какую-то выносливость сдаёт. Можете ходить просто, взяли, пошли, там, прошли, там, типа, самую десятку или 15, это даже сложнее, чем пробежать, честно говоря. Это тоже помогает очень здорово. Опять же, это можно делать не обязательно, вот вечером, у вас время нет, например, пошли на работу пешком, там, да. Были, вот у меня был там напарник, он вот именно так делал, на работу ходил пешком, и он прям ходил так, что, как я, бегал в тихом варианте. Вообще бег начинается от 7 км, 7 это же бег, на самом деле. И даже эффективнее, на самом деле, 7 км в час бежать, а не ходить. То есть хождение уже начинает, энергии больше у тебя выбрасывать. То есть 6 км тоже эффективно. То есть не такой бег трусой, а хождение быстрых шагов, вот уже эффективно. А вот когда уже чуть быстрее, вот уже лучше бегать. Как-то так, примерно. Перчатки. А перчатки сейчас надо брать, я думаю. Потому что весной не обязательно, а сейчас стоит брать. И стоит брать просто, ну у всех разные руки, опять же, у кого-то поморожено, например. А у кого-то нет, у кого-то там он и зимой на лыжах бегает без перчаток. Все от вас зависит. Ну, в принципе, будут они мерзнуть. Лучше взять. Лучше взять, да. В какой-то момент захочется, просто, вы знаете, все замерзнуло, раз, обил флист, там, шапочку, перчатки одел. И у тебя в целом согрелось все. Это помогает. Потому что в конечности оно, знаете, как это, антенна уходит от тепловых, с головы, с ног еще. А голову надо особенно беречь. Вы сами знаете, человек сколько там все съедается. Особенно, когда вы думаете, даже идти налево или направо. Вопросы задавайте. Какой-то страшно, то будете брать в какой-то раз. Ну, выберите, конечно. А, пилу? Нет, но лично есть. Ну, на самом деле, можно будет есть такие, совсем, знаете, тонкие. Они там есть граммы. Пила такая вот. Даже плавит куда-то. Она как нитка. Струна. Струна, да. Можно взять, но мы обычно не брали. Мы обычно ломали там этот скворост. Валежник подтащил какое-нибудь бревно, которое еще стоит. Ну, не бревно, конечно. Бывает, что стоит пень какой-нибудь такой. Он еще внутри может быть сухой. Ну, от компании, от погоды. Если у вас большая компания, понадобится никому, кроме себя, ну, можно распределиться, да. Пускай этот пилу тащит, а это еще что тащит. Цепочку там, где она обычная. Ну, вообще говоря, если хотите нормально, комфортно провести вечер, то, конечно, учатся кошку-то взять. Да, иначе там народ дофига. Это ладно, мы там еще народ знаем. Этот даст веточку, тот подаст спичечку. Я шучу, конечно, там свет. Ну, сжигалки, спички должны быть упакованы. Все равно около костра ты не сидишь один. У тебя знакомые друзья. Если вы так группируетесь, что... Да, и пила, она откуда-то появляется. Слушайте, потом... Нет, нет, бездобрых людей. Вы помните, что... Ну, ладно, там... А вдруг его не будет на промпфилу, что-то будет. Или, господи. Поэтому потом вы же хотите тоже получить удовольствие. Костерчик, это же здорово. С герой там у нас один только, вон, Саша, что-то. Вижу с ним команду. Вот один. Ну, если уж совсем поребрется, скажите. А так, в принципе, помните, что они... Может, кто-то не участвовал, еще что-то. Они разводят общественный костер, да? Но это не значит, что ты будешь у него там спать и так далее. Ты можешь там прийти, переодеться, погреться, пока он тебя пропишет там. А потом надо уйти, потому что народ приходит постоянно. Ну, как-то... Не надо, да, решаться. Поэтому на свой костер, конечно, надеяться. Ну, конечно. Вот. Вот Женя предлагал. Говорит, ну, почему нету этого, как это называть, бизнес-класса? А! Добегаешь в костер, раз еда, раз там... Не, а, ну, между прочим, ну, в Питере это делал, да, Бекетов делал. Он прямо на своем андроме, там, привозил все этим товарищам. Их было леденицей, мы им привозили все, рюкзак там, то и все там. Ну, в общем, как бы обслуживали людей. Да, ну, они платили там, не знаю, пару, несколько раз больше. Вот так вот. Ну, здесь у нас другие люди, хотя бы вряд ли сделали бизнес-класс, правильно? Другая немножко здесь. Алла, в Москве. Да, не перекладывай. Это, может, вот так, не четыре раза. Ну, да, не четыре раза. Какой? Ну, как бы... Вообще, вот такой вопрос, как бы, тренируется нам за полгода задавать. На этот момент, кстати, я запомнился. А, в следующий, да. В полгода будет поддерживать из себя форму, ну, как бы форму некую. И хотите. Есть у меня товарищи, которые уже настолько натренировались, что, ну, уже пора там о Боге думать, а он просто, вот, если он не пройдет три раза в неделю, там, по два километра в день, он будет... Ну, то есть ему будет плохо просто физиологически. Вот. Ну, вот будете тренироваться хорошо, попадете в такую комнату до конца своих дней. Будете ходить по два километра в день. Вот, а вообще здорово помогает. Берегите ноги. А, еще момент. Тренированность, она не только для того, чтобы вы там классно прошли дистанцию, ноги обогнали. Она... Вот, я просто столкнулся с этим. Победился на свой фундамент, побежал там на длинную дистанцию, блин, ну, и коленка не выдержала. Просто вот вы можете... То есть нетренированность ведет к потере здоровья. Травма. Да, травма. Прям точно. То есть, опять же, все те же самые коленки, спожилия. По два... Даже подвернул ногу, это значит, я там... Чуть не тренированная, значит, не держалась нога. Вот, поэтому лучше к этому быть готовым. Ну, я говорю, хотя бы еще делать там выходные или там два раза в неделю, так, в среднем, хотя бы там. Ну, а если это вот прям за полгода, то даже если вы будете один раз в неделю бегать, это уже будет очень классно, это уже будет вам гарантировать, что вы прям не умрете там, а даже получше удовольствие. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Если ты бегаешь уже 7 километров в час, это уже другие советы, потому что это уже ток. и 5 километров в час на такой дистанции, средняя, средняя, то очень хорошая скорость поедет. То есть, это не значит, что вы там идете. То, что вы постоянно останавливаетесь там. Если среднюю скорость, если проанализировать, среднюю скорость, ну, просто ужасно падает. Просто вот, ну, 4 километра в час, даже 3 километра в час наброить болеломи, это суперскорость иногда бывает. Представляете, если он у вас занял час, а вы еще где-то там побежали 10 километров в час, там вы шли час, а здесь полчаса. Представляете, у вас средняя скорость будет вообще не так же. То есть, поэтому, исходя из-за этого набежда. И, ну, как бы, планируете правильно дистанцию, надо лучше обижать. Тут, честно говоря, надо как лотерея бывает. Ну, да, по поводу тактики и ориентирования, может быть, у нас, да, это, пожалуй, отдельная такая, да, да, это отдельная тема. Много-много. Много ответов. Бедный. Ну, ты, если у вас такой вопрос еще есть, можно еще что-нибудь, может, что-то забыли? Так вот, глобально мы все рассказали. А, что? А, вот я забыл сказать, да. Еще один блок такой, это аптечка. Я очень настоятельно себе, я могу убрать с собой. Значит, все что угодно может быть. Просто пораниться с сучком можете, напороться на нее как на пику. И тогда вам понадобится бинт. Что в аптечке, знаете, да? Минимум, это должно быть бинт, ну, марли, ну, просто вот, да, стериль, пачечка, бинт, пластырь, всех по-разному. Одна может маленький кусочек, кому-то нужно вот такой вот, да, чтобы себя вообще всего перемотать. Он может, кстати, вам понадобится там перевязать. Тоже, там, чтобы бинт можно перевязаться, еще что-то. А вот, потом такой, возьмите, ну, вот такой быстро приклеющийся пластырь, мало ли, ну, не знаю, прокололи там, что-то руку там. Ну, надо просто вот защитить, там, так пускай валяется. Обязательно обезболивающее, обязательно. Ну, по поводу силы обезболивающего, ну, конечно, китанов класс, так ну, Ну, афеном, афеном? Ну, и боброфен там, да. Здесь надо, сейчас говорю до конца об аптечке, вот, значит, еще свое какое-то индивидуальное средство, если у кого какие-то свои личные болезни, обязательно, это уже вам, конечно, виднее. И, что я еще не сказал, вот, это такое вообще, вот я сказал, минимум вообще. вот, значит, а, и обязательно возьмите с собой, ну, визин, визин, там, не знаю, маленький тюбик, тоже очень такая нужная вещь, это потом вам ночью пригодится, когда вы поймете, что у вас там ноги, как я не знаю, не знаю, сейчас сравнивают, а бывают такие ноги, кошмар. Вот, смазали их, и вам все гораздо быстрее, заживет, но будет легче переносить все. Вот. А по поводу кетанова и прочего, у меня просто был случай, когда я сорвал коленку по простой причине, по незнанию. это было там тоже, да, лет 15 назад, только, вот, лет 12-15, вот, бежали, и начали вот соревноваться за третье место. У меня там начала болеть коленка, я ему, ну, ладно, я все равно выиграю, все равно займу там третье место. И выпил свое несчастье кетанова, по-моему. Вот. Он меня, конечно, обезболивал, обезболивал. Так, когда ты бежишь, ты чувствуешь, ты все-таки бережешь коленку. Когда ты не чувствуешь, ты ее полностью выгружаешь, и тут ты попадаешь в эту засаду, когда у тебя это все, как не смазанное колесо, да там, вот она трьется, трьется, стирает, стирает, и ты еще не чувствуешь, и потом, бах, она отпускает, ты понимаешь, что ты вообще не... Тебе хоть костыли прям тоже заказывают. Ну, в смысле, восстанавливался. Вот. С этим аккуратно. Это делается в тех случаях, когда вот коленка, когда у вас произошло это, то есть вы понимаете, что вы там еле идете, вам просто надо дойти спокойненько до финиша или промо-финиша или до электрички. Глотайте, ну, чтобы вот погасить это, но ни в коем случае не бежать, ничего, а идти просто. Не стоит заупотреблять, там. Ну, победа не стоит вашему здоровью. Вот. Говорю, как-то есть в личном опыте. А вот. А вообще, не только для этого, конечно, не нужно. Бывает, ну, вот, опять же, на случай, вот, когда вас транспортировать тяжело и вам надо глотнуть хотя бы, ну, мало ли, а вдруг у тебя зубы заболят, там, что-то. Глотнул там. Вдруг у вас еще какая-то болячка заболела, глотнул. То есть, но это должно быть у всех, потому что у тебя, что-то у тебя случится, а ты будешь стоять, да, и ты ему должен помочь, хотя бы перевязать, там, кровь остановить. У тебя должна быть отличная. И уж не говоря про себя, про себя лично. Вот. Поэтому берегите здоровье. у нас баскет его, конечно, не очень убежит. Ну, больше ты приобретешь, что ли? Ну, да, я приобретешь. А ты делаешь советы? Что, что? Ты первым. А, да, кстати, ну, опять же, его применяют в двух случаях. Либо ты профессиональный спортсмен, ты понимаешь, что тебе, ну, ты уже знаешь, там, у тебя врач, там, где группа мышц показали, ты наклеил, и тебе это, там, прибавило результат, да? Вот. А второй случай, если у тебя что-то болит, вот. И, я говорю, или ты должен знать уже, куда клеить себе, ли больное место, либо ты просто должен понимать. Про запас это не делаешь. Не, про запас лень, не, это, это в том случае, если вдруг ты чувствуешь себя коленкой, ну, ты либо берешь на колени, на всякий случай, если у кого-то такие вещи, то лучше с собой положите, тоже, как аптечку, вот. Или там, эластичный бинт, ну, лучше на колени, прям, сразу надел, чтобы не тратить на это время. А тепирование, такая особая штука, вот. Нет, если помогает, если помогает, это неплохо. Ой, как аптечный. Еще есть такие, знаете, чулки стали выпускать, и их любят очень пристонные, да, очень пристонные, всякие спортсмены, и, и, и люди, из клуба, кому за 50. Ну, то есть, я так пошутил, в принципе, это всем полезно, когда ты его одеваешь, вот сюда, ну, первое, он тебя вообще защищает, там, не бьется, так понятно, это ушла, но это не ориентировочная штучка, он у тебя, то есть компрессия, она приводит к экономии энергии, и у тебя улучшается за счет этого результат. Это, конечно, касается, прежде всего, каких-то профессионалов там, да, или, или больных людей, вот, в полном прямом смысле, переносном, точнее, вот, и, в принципе, можно это, да, пользоваться, ну, на, там, скажем, на день, 12 часов, ну, в принципе, у тебя ничего не будет, там, дискомфортно, можно, даже и сутки, надо пробегать, чтобы, если не очень сидит, жимать, можно, он поможет, вот, особенно у кого проблема, там, есть какие-то вот, пенопол, какие-то проблемы, вот, или на этот, позывы какие-то, ну, и помогает, просто улучшает. а у вас, на снаряжении, вот этот тент, спальники, это групповое, или у каждого личное? Ну, как правило, договариваешься, конечно, тент точно групповое, а спальники, это и дело, индивидуальное. Нет, в этом плане, группы, ну, два и более, другие, они более выигрыш, просто, если брать общий спальник, помнишь, если это все коллективное, то выигрыш, выигрыш какой-то и по весу, и по тимуно, когда, одиночку побеждают, такого уже давно не было, ну, вот, Женя Матин, Андрей Зайцев, ну, вот это было, как будто, что они, как бы, одиночку, ну, может быть, не было такой адской конкуренции, как сейчас, тем не менее, не умаляет их, на услуги. Ну, эффективнее, конечно, бежать в роман, но, я искал большой, ну, там даже просто по поиску, и даже просто по психологическим моментам, тоже, кстати, очень сильно меняет. Вот. Ну, то есть, вот, вот, вопрос, на самом деле. Видите, про аптечку даже совсем хотелось сказать, забыл. Что-то еще забыл. Евгений, нам вопрос. А? Вопрос можно? Да. Месерский просик в следующем году будет? Ага. Что будет? Ну, Месерский просик, мой человек меня спрашивает, я просто проводил велосипед, буду, я не позиционирую, как велосипед, наверное, просто как-то. Да как, на трассе ММВ, на велосипеде. Да, можно и так сказать, тем не менее, вот я устраиваю какие-то там мероприятия, да, я думаю, что это может будет называться уже не Месерский просик, а какой-то другой просик, в другом направлении. Я думаю, почему нет, такое, домашнее такое мероприятие, как много, много людей не было. Вот. Я, кстати говоря, планирую четырехчасового гейн делать, ну, уже, наверное, в конце ноября. Ну, я напишу где-нибудь анонс, и кому будет интересно, он принял участие. Ну, это уже не ММВ, конечно, это не менее, четыре часа. А где будет? А где будет? Ну, я попрошу на X-райсе разместить. Ну, это там. Напишу где-нибудь. На ММВ, да. Спасибо. Викторич, все. Спасибо, может быть еще раз случаем. Да. Спасибо. Сейчас поделиться опытом команды, которая прошла путь от места, где-то, я вот, около, где-то 280 там какого-то, и вот за несколько лет она сделала прорыв и дошла до пятого места. Вот очень хочется послушать, как произошел такой выход, какие были ошибки, чтобы другие, можно повторять. Про нас. Как? Про нас. Мне казалось пятого. Мне не, 14. И 200 какого-то никогда не было. Я поняла. Я поняла. Я уже, у тебя же словно, нет? Ну, хорошо. Ну, все равно, начиная с какого-то очень далекого, уделись почти в десятых. Мне казалось пятых. Ой, 50-х не было. Ну, Сейчас, 20-х тоже, чтобы обафить. Ну, вот. Ну, да, собственно, мы не относимся к категории бегунов, мы относимся к большей части пешкой. То есть, мы всю дистанцию проходим пешком. Но, тем не менее, да, попали с юрой 14-е место. Ну, 14-е или 15-е, что-то, ну, 14-е. 14-е, 15-е. 14-е, Вот. И, в принципе, наверное, возможно, поделимся таким опытом, который подойдет для более простых смертных. Я. Не лидер. Вот. Ну, вкратце, я тоже, как и Женя, не дошла первый раз до финиша, потому что я взяла большой резак, палатку, как в поход. Ну, хожу в походы. Вот. И позвали меня походники, и я тогда не узнала, что это азимут, я не имела пользу компасом, хотя ходила несколько лет походы. Походы. И вот ночью, большим резаком, когда я побежала за очень парнем, который хорошо быстро бегал, перемещался, я бежала с ним, он мне на бегу показал, как азимут, что такое азимут, и как держать азимут, и как его вообще найти. Вот я бежала за ним, и собственно, ночью я тогда пыталась понять, как ходится компасом, что такое азимут, в принципе, к концу ночи я поняла, как азимут берется, и как его нужно держать, и как его нужно держать. Вот. Потом несколько раз, второй раз я по... А, и мы не дошли к тому, что мы сделали глупость, мы стали ночевать в пятницу на субботу, что вообще делать, никогда не нужно, если пять лет до финиша. Вот. Ну, естественно, где-то мы там потом загуляли. Второй раз я тоже не дошла. Потом получилось так, что я пошла один ММВ со знакомым, с другом. Когда мы пришли на промфиниш, он мне сказал, что он брать СКП не хочет, мне стало неинтересно, мы разделились. Я нашла второго знакомого друга, мы пошли с ним, потом я поняла, он медленно идет, я пошла дальше. А потом, когда второй день, мы еще тогда не... Ну, я знала детей, там, Диму, Полю, но мы не очень так близко общались. И когда я их пропустила, думаю, ладно, сейчас бегуну уйдут, а я так потихонечку куда-нибудь пойду. А так получилось, что я чуть-чуть так быстро всех обвиняла, встретила других знакомых, продолжили мы в итоге с ними. и туда попало где-то около сотни. Ну, а потом так пошло, что, если вы не хотите участвовать один, то важно очень выбрать напарника. потом мы участвовали с Леном, у нас как раз вот тогда, я уже за сотку приступила. Потом Юра меня пригласил погулять, сказал, я там устала уже бегать, пойдем погуляем, медленно. у нас получилось так, что у нас скорости сомпали. И мы, чертой, ну, тоже как бы, 30-х, что ли, месяц занят. Ну, в общем, да, и так получилось, что мы стали ходить вместе, потому что у нас, во-первых, совпадает скорость по ходьбе, в принципе, я не знаю, но засекали, у нас получается как раз, ну, не среднее, а до 7 км в час по дороге мы ходим, то есть не 6, а 7, и получается, что некоторые бегунов на этом не могут. Вот. И тоже я тут записывала, слушала моменты, какие можно добавить. А, и я хочу сказать, может быть, об ошибке, которых у меня были за эти годы. Начали. Первая очень важная ошибка, тоже было сказано, что берегите колени и голеностопы. Я в 2010 году, когда был в укрой, ой, выпал снег на МП, а я тогда наделал какие-то кроссовки в дешевых адидас, в обычных носках. Вот. И в итоге я затудил голеностоп, которые у меня на жизни болели. Ни с болельной дистанции я сделала глупость, не сошла, дошла, перетерпев, боль до конца. Когда у меня месяц не проходил нога, я поняла, что это все-таки не мышцы, а суставы. В общем, берегите изначально свои мышцы суставов, которые потом начинают болеть, если их один раз травмируешь. К сожалению, они травмируются на холоде при интенсивной нагрузке, если ваш организм не привык к каким-то ким-то нитинным нагрузкам. Сейчас я, как решает проблему, потому что периодически у меня они болят, я, в принципе, надеваю голеностоп на фиксирующую, ну, коленей слабо нет, а вот есть такие же голеностопные штучки, как и на коленях. Так как мы не бегаем, используем, мы надеваем мне преном носок, когда сыра, потому что ноги должны быть теплее, это важный аспект, потому что если ты ходишь или быстро, или медленно, в какой-то момент по холоду все равно у тебя состав застудится и ты его травмируешь. Поэтому надеваем мне преном носок. Единственный момент, если дистанцию сходят, как, например, весной, ну, сейчас вряд ли у нас это будет, но один раз было такой весной, что мы не будем. 8-16 года мы тоже надели неопрен, и получилось так, что дистанция была сухая и ноги начали гореть. Нам сходили запрыгивать в каждую лужу, потом его сняли. Вот. Ну, в общем, если сырое, надевайте неопрен. Если сухая дистанция, то лучше идти в обычных носках, которые, в принципе, потому что ноги неопрен не будут гореть. Еще вот какая моя была ошибка, папа Карасова. Тоже было сказано, что надо очень хорошо к этому относиться, не берите самые дешевые там кроссовки, хотя кто-то Юрий Гордонский такой дешевый, но все равно не берите за 200 рублей там на рынке за 300. И у меня был такой случай, когда мои кроссовки прожили там два ММВ, куча каких-то ПВДшек, я думаю, ну, надо их убить в конце концов. Я их зашивала, зашивала, думаю, сейчас ММВ схожу и выкину. Пошли в ММВ в итоге, у меня ночью она полностью оторвалась. И потом получилось, что зашить и не зажнешь, скотчем не заклеишь, пришлось как-то идти там, вот этим кроссовкам и не болтаешься. Зачем, это ошибка не повторяйте, это как-то, ну, ты теряешь скорости и, соответственно, ноги потом травмируешь, ставишь, ставишь, что-то нет. Вот, что еще? Это стоя ошибки, которые у меня были. Я хотела, не того очень. Ну, что по снаряжению, хочу сказать насчет палок. Многие ходят с двумя палками, вот, я, честно говоря, не понимаю, зачем и как у них получается ориентироваться при этом. Ну, то есть, когда руки заняты, достаточно сложно в них еще обидеть карты компас, и чтобы начать ориентироваться, люди останавливаются и тратят на это больше времени, чем выигрывают за счет использования палок. Ну, в каком случае, вот, ну, как бы, оправданное использование, ну, когда человек знает, что у него там какая-то проблема с коленями, там, с коленостопом, скорее всего, возникнет, но я бы брал в этом случае одну палку. Вот, ну, то есть, как использовать две и при этом ориентироваться, но еще же там, это завалы всякие есть, вот, и, ну, такие люди, как правило, это мешают сильно обгонять им, то есть, вот так вот, там, с расставленными палками идут, а обогнать очень сложно было. Ну, да, и, добавляем, походу к палке. Да, походу к палке, потому что, если вы берете, понимаете, что двигать не может, то вы там, думаете, действительно, других, потому что их придут, начинает, назад, вставать, в итоге, то очень быстро идешь, в тяноте, там, чуть ли не как на, как донор, тыкаешься на этот штык, там, живот везет, или вообще, пока люди, которые тебя обгоняют, соответственно, эти палки наступают, но это может закончиться травмой другого участника, никто от них вытяжет вам просто жизнь. Этой палкой ворот. Ну, в общем, это очень нехорошо, поэтому, если вы берете, то пользуйтесь правильными палками. еще было сказано про фонари, я хочу добавить, что я использую эту кепку, чтобы защититься от света в встречу идущих, вот, ну, также она от веток, ну, хорошо помогает, то есть, если там какие-то, это пустые, ну, еловые заросли, то, ну, можно опустить просто, так вот, голову, вы при этом, как бы, вы будете видеть, что, ну, снизу у вас куда наступать, но, козерек будет защищать от веток, вот, то есть, на самом деле, ну, травма глаз, это, я думаю, самое распространенное на нашем росте, вот, и, ну, некоторые, там, прозрачные очки берут, но, в них не видно ночью ничего, особенно если дождь, это все капец, я, я как-то с очками пробовал ходить, мне не понравилось, а вот, кепка, такой вариант, вот. так, ну, а так, мы тоже берем, в принципе, по минимуму, это лосиная, какая-нибудь кофта, сейчас будет куртка, потому что будет холодно, снег в перчатке, бандан, ну, я вредила, одну на шее, другую на голоду, если будет холодно, в данном случае, можно не покрыть, потеплиться ей, банданами, спальник легкий, в общем, минимизируем вещи, чтобы с небольшим рюкзаком, потому что вес рюкзака, он тоже влияет, если вы будете брать все как по ВД или в поход, кстати, у нас сейчас практика, что мы в КОВД ставили, потому что, такие же рюкзаки, как мы в КОВД практиковали, когда Юля ходила в маленькие рюкзачки, ему башные коврики, маленькие спальники, и там в 100 километров идешь, как типа, ну, в КОВД, чтобы погуляли. Вот по поводу ДЫ, тут же было озвучено, что да, надо постоянно ставить, но у меня получается, что я себе отметила, что я ем каждый час, то есть каждый час я ем или конфетку, или еще что-то сладкое, потому что, даже если я не хочу, я прямо в часам отмеряю, потому что я знаю, что именно для меня индивидуально, если я не поем, я потом подумал как раз в провал, который сложно из него потом останавливаться. Это очень важно, это дети в голову всегда говорят, что у нас даже здесь не хочется раздевать, да? Прямо по часам мы ем, ем, и действительно это очень хорошо помогает, особенно на такие выгодительные дистанции. На дистанции у нас не очень обычно приводы, как ребята сказали, вечером мы вот единственное, что вечером мы берем чечевицу, которая быстро варится, она очень такая плодная, хороший как раз. Или горох. Нет. Горох это смешная история была, когда мне Лена посоветовала взять чечевицу, а если походу пульки же остаются, я подумала, что я эту чечевицу взяла, когда открыла, оказался горох, который мы долго варили, и ребят над нами смеялись. Все-таки можем чечевицу с мясом. А макароны едим на утро, потому что они просто варятся, они приводы, и после них долго есть не хочешь, поэтому холодник макароны с сыром, в принципе, зато. Но опять же приводы на дистанцию. Вода в зависимости от погоды, в принципе, где-то литр-полтора, сейчас, наверное, литр-полтора возьмем. На дистанцию. И еще, наверное, важный момент, если ты команда идешь, то я тут взаимодействую, на что я хочу обратить внимание. К примеру, большой толпой, не знаю, как ходить, если как ребята, когда они хорошо будут подвести, то это нормально. А так, в принципе, 2-3 человека оптимально, но опять, если у вас равная скорость, обязательно, в чем плюсы? Человек все время один ориентироваться может, конечно, он в какой-то момент устает, особенно это если ночью, еще что-то. Вот. Второй обязательно его поправляет. То есть, ну, всегда оба ориентируются, даже если один лучше ориентируется в чем-то, то второй смотрит. Мы с Юрой, например, заранее, ну, никогда не останавливаемся, то есть, все время идем без остановок. Едим на ходу, переодеваемся на ходу, если нужно на секунду кому-то остановиться, другой идет, потом выгоняет его человек. То есть, у нас получается на 100. Вот. Ну, сейчас уже на 100 даже. Раньше мы, да, останавливались. Ну, если хочешь попасть в 20-ку, то останавливаться не нужно, даже там по большой скорости. Ну, если ты идешь, перемещаешься. Ну, если ты идешь, перемещаешься. А может, казалось, в 100-ку. Ну, наверное, даже в 100-ку. Да, наверное. Вот. Потом мы идем на... Не надо ни в коем случае останавливаться для того, чтобы ориентироваться или куда там дальше пойти, открыть карту, и думать 15 минут, в этот момент ты уже возьмешь другую капе. Поэтому, получается, когда мы уходим на какую-то более-менее хорошую дорожку, ну, тропиночку, к которой можно идти, ты знаешь, что у тебя ни колдобины, ни завалы, ни бренок не лежат. В принципе, в этот момент, там, по очереди смотрим карту, там, Юр меня спрашивают, как мы дальше пойдем? Я посмотрю, ну, мы идем капе к одному, а мы уже смотрим на другой, даже там на два, на три есть. Хорошая дорога, можно дальше посмотреть, как мы пойдем. Я там говорю, я предлагаю так-то так. Он такой, да, согласен или нет. Или он мне говорит, давай пойдем так. Я говорю, нет, вот давай, может быть так. То есть мы обсуждаем. Мы не ссоримся у нас один раз, про этот год и мы пригласили. Ну, так у нас получается, что просто я знаю людей, которые на дистанции начинали ссориться, спорить, нет, мы пойдем так, не пойдем так, они в итоге теряют время. И причем очень много времени. Поэтому лучше обсуждать, и причем обсуждать, говорю, это заранее. Да, и до того, как ты пошел вообще, в общем, посмотрите, общую концепцию, как на Рогене тоже, в принципе, обсудите. Вот планировку на Рогене вы тоже на ходу делаете? Ну, на участках, где вы тоже на ходу делаете? Ну, если вы смотри... Да, на ММБ, когда есть участки, рассела какая? Ну, практически. Ну, как бы есть два варианта тут. Первый, если выдается карта, на ней от старта какой-то линейный участок, но затем выбор. Тогда, ну, конечно же, мы сразу берем карту, это один наориентируется, а второй в это время думает над тем, как взять выбор. Если сразу со старта, или, к примеру, со смены карты выбор, то мы немного думаем, то есть тут на самом деле ну, к примеру, если думать там 10 минут, то за это время можно пройти там километр по бросикам. Вот. и разница между разным порядком за эти ЭКП там редко бывает больше километра, поэтому там мы быстро намечаем там какой-то вариант, и если что, на ходу его отправим. да, то есть можно точно не больше пасти минут. Вот. То есть не надо искать там оптимальный вариант, а можно ну, да, да. то есть если недолго искать оптимальный вариант, это будет уже как бы это проигрыш за счет времени потраченного на поиске оптимального варианта. Все равно будут какие-то дорожки, на которых можно спокойно идти, ну, там. Просто надо, может быть, в городе, кто не умеет, заранее как-то по телефону идешь, ну, как и тренироваться не очень хорошо, он так, что, например, что-то писать по телефону и лежать. По поводу, кстати, все еще раздобавить ну, скорости, как бы, скорости пострадавождения, я не знаю, как это назвать, но это больше к тренировке она, наверное, относится. В принципе, как я делаю, когда я иду на электричку, но сейчас все понятно, что я практически всех, кто идет перед мне, всех, кто гоняю, как на приорице. А так, в принципе, если ты в метро, вот идешь где-то по улице, ну, возьми себе цель, вот у меня там 2-3 километра, 200 от дома, такие дочки. Вот, я есть цель, что пока ты идешь, ты всех должен пытать. Пробой, перебивинности, совсем, совсем. Обгоняешься, и просто, и все рукаешь, быстро ходить. Причем, как бы, обгоняешься, и на ходу. Так, вот, ну, по поводу, самодействия. Еще, наверное, не бойтесь азиму. Ориентируем мы тоже скидываем целые дедные лекции, которые можно рассказывать долго, подробно, если правильно. А так, наверное, не бойтесь азиму, потому что надо по дорогам очень долго обходить. Конечно, если видеть, что лес там заваленный, то лучше туда не сываться, правильно, как Саша сказал. Но, в принципе, это выигрышно, когда ты пойдешь в срез азим, то нужно тут кросики обходить, по дороге тут выходить. А иногда, наоборот, быстрее там, пойти по этой дороге, чем ломиться и потерять время денег на завал. Ну, вот, про ориентирование, как бы, очень важно, вот Оля сказал уже, ориентироваться на ходу. То есть, вот мы видим, что очень многие бегуны даже, особенно, там, в районе старта, бегуны далеко от старта, они вот, бегун-бегун, но затем, к примеру, на пересечении бросик останавливаются и начинают смотреть в карту. То есть, это значит, что явно их скорость ориентирования меньше скорости бега. Вот. И на таких остановках тратится очень много времени. Вот. По ориентированию еще оно должно быть непрерывным, то есть, ну, плохой вариант, это когда вы там за какой-то командой идете сзади и надеетесь, что вас не ведет вас к КП. не смотрят вообще не смотрят в карту при этом. А те, кто идут в череде, обычно тоже не знают, куда идти. я имею в виду, что в каждый момент времени нужно понимать, на каком отрезке ты находишься и понимать, с какой точностью ты можешь определить свое место положения. Ну, что это полезно, это считать шаги, когда впереди какие-то ориентиры, которые может не быть на местности, вот, то есть, чтобы это понимать, вот, примерно там через какое-то количество шагов будет установшая тросика, на которой врач и не пропустить ее. Вот, ну, про выбор движения между азимутом и какими-то дорогами, значит, какой плюс от движения по азимуту, что еще происходит смена типа двигательной активности. Ну, когда мы идем по там ровной дороге, допросите, у нас там работают одни мышцы. когда мы по азимуту идем там где-то это реле, по кумату, по каким-нибудь это почкам, уже работают немножко другие. Вот, то есть, такая смена помогает меньше вставать. То есть, это один из плюсов такой. Да, надо научиться все-таки лезть по лесу, потому что я тоже замечаю, замечаю, да, хорошо бегут, они нас перейдя обогнали, как нашли в лес, получается, что мы потом поделим скорость. По дорожкам бегут, потом переходят на лес, они устали, с того, что бежали, или по лесу, стараться там идешь, чаще ходить по лесу именно такому, по пересеченке, не по дороге, чтобы у тебя скорость многое потерять. По лесу тоже нужно уметь ходить, чтобы быстро отливать все эти завалы, ради ворачиваться, ответы, просто мешают, просто мешают. Ну да, это с практики просто отличающий ходить. Вообще, по поводу тренировок, ну да, как говорили у нас, как же, явные спортсмены, а так, в принципе, даже, я бы сказала, не за полгода надо тренироваться, надо тренироваться вообще все время, не прекращаться. То есть, себе вести за правилом, уходить в ПВД-шки в течение всего года, глядить по ходу, так, если кто ходит по ходу, в принципе, это не проблема, ну и да, периодически бег, потому что бегать за месяц, за два для ММГ, ну как и это, походы, это, конечно, но это мертвый парк, получается. Мне вот очень сильно помогло, ну помимо всех ПВД-шек, походов, бега и всего прочего, в принципе, в течение много лет просто уже хожу в походы, мне помогли Рогин. Ну, Рогин я мало участвовала, мне суточно Рогин помогла. То есть, если вы хотите, чтобы ММГ для вас стал не тяжелым, то есть, попробуйте включаться в суточном Рогине, это действительно расширяет сознание, расширяет ваши возможности в чемпионате России, может быть, вы заметите там не очень хорошие места, там, не важно, да, когда вы идете сутки, вы, в принципе, вот в том году мы с Юрой участвовали, мы за общую дистанцию где-то на 15-20 минут, отдохнулись в целом, сейчас, сейчас, но если в целом, как-то сутки вот не получалось пройти вообще сейчас, в эпизодах, сейчас вот мы участвовали, мы вообще не делали, как-то все сутки мы шли, мы переставали, даже, когда Южу, у меня на чай, давай посидим, я сказала, нет, мы погнали, и все, мы пошли дальше, то есть, получается, что, когда ты понимаешь, что за сутки можешь идти, и, в принципе, ну, да, у тебя боми, ты терпелешь больно, будет мышечной, еще какой-то дистанции, то, в принципе, МОГО потом покажется легче, когда не надо сутки, а идти и меньше. Вот, так что, участие в еврогенах, если есть возможность, это очень интересно, во-первых, вы же теоретики учатера, будете учиться, ориентироваться и опять развивать свой внос. В качестве рекламы, можно скажем, да, у нас на следующий год мы организуем, вот, Дети болота, организуют Рогин, Жаркий Юль, ну, может, когда-нибудь участок, так что, приходите. Какой, какие, читаты? 7-8 июля. 7-8 июля, это за день. Так что, приходите. А, 4 часа будет формата? Ну, это же не чемпионат России, 12 часа, самую большую. А, 12? Ну, это не чемпионат России, это будет просто в рамках главного машина, Вот. И старт ночи будет, Ну, наверное. Ночной час так будет. Ночной час так будет. И опять ела дистанцию, и убивала дистанция. Так что, приходите. Это немножко, конечно, реклама. На следующий год будет участвовать. Я могу дать какую-нибудь рекомендации тем, что там не претендуют, наверное, на хождение в совку, да. Ну, то есть, у многих, ну, как бы, цель, это просто дойти до финиша. Вот. Ну, и не как бы особо при этом отубиться, то есть, прийти живыми. Что в этом случае важно, ну, как бы, конечно же, ну, важен этот легкий рюкзак. Ну, это некоторые считают, что, там, если мы ходим, то мы возьмем, там, рюкзак на 80 литров, и в него, там, не знаю, ну, что, положим эту палатку, резиновые спали. То есть, это, ну, конечно же, не так. В любом случае, нужно облегчаться, это поможет там, ну, дойти. А и палатку. Можно быть, и без палатки, если вы никогда не ночевали, по форме. Ну, лучше взять, как на, ну, более тяжелый спальник, там, ну, более теплый, но спать по тенту. Да, ну, или не по тенту, а под пленкой. Легче будет. А лучше объединиться. То есть, даже если вы идете один или двое, и у вас будут друзья, которые, в принципе, предположительно, подойдут до финиша, объединяйте, что ли? чтобы все-таки не вот вы пришли, даже посидели с друзьями костра, и бедный такой одиночка там лег, особенно если девочка легла, и все ночи она мерзнет бедной. Вот вы объединяйте. Не проснулась. Не проснулась, но кожа-то там засыпала. Вот. Не стесняйтесь, объединяйтесь с друзьями. Просто элементарно ложитесь рядом, близко, как по ходе. Когда вы рядом спите, вам всегда тепло. Не стесняйтесь, говорите, давайте вместе там ляжем. Вот, девушка. вот, а девушки лучше с другой стороны тепло парни положить. то есть гарантированно тепло, с фоколчаком уже хорошо парни тоже слышат в езде. Ну да, вот мы когда участвовали в первый раз, у нас не было там хороших спальников, мы на троих взяли два каких-то летних спальника, под ними было не холодно, то есть если бы у каждого по отдельности был такой старый летний спальник, то он бы замерз. Ну да, спальник. Это про снаряжение, вот еще про планирование. Ну, как бы чтобы не совсем отрубиться на дистанции все-таки нужно в какое-то разумное время прийти на промфиниш. Для этого лучше распланировать дистанцию так, чтобы вы к определенному времени приходили на какой-то участок. То есть смена карты у нас примерно на половине первого дня, если на промфиниш хотите перейти в шесть вечера на смене карт там хорошо бы быть к примеру в девять утра. То есть это будет примерно половина. Скорее всего у вас ночью будет ниже скорость, но вы будете еще свежее. после смены карт уже будет светло, но вы будете уставшие, то есть примерно компенсируется по скорости. Также там можно разбить дистанцию от старта до смены карт тоже чтобы примерно понимать, что на таком-то кафе мы должны быть в три ночи например. По поводу ночевки в первый день наверное это оправдано если вы совсем хотите насливать весь выбор если по оси дистанции двигаться совсем для новичков вот те кто уже первый раз и какой-то результат лучше не ночевать в первый день а все-таки идти вот про ориентирование все-таки лучше ориентироваться пытаться самим даже если получается плохо то есть это все-равно будет практика усовершенствоваться лучше не пользоваться навигатором то есть это расслабляет то есть если есть цель совершенствовать ориентирование на свое то навигатор вам будет мешать в этом вот мы ходим без навигатора кстати сейчас по поводу ночи если кто-то не может никогда не пробовал или боится что не получится так вот стартовать пройти потом сам день в принципе вы можете для того чтобы ну вот вы понимаете иногда в это состояние ведете прямо на ходу все вы падаете все у вас и порубает засекайте время если есть напарник напарнику скажите засекайте время сколько вам нужно 5-10-15 сели причем не легли а сели именно вы провалились глубокий сон мне даже 4-х недостаточно потом просыпаешься все как будто но не ночью проспала все равно дальше пойдешь нормально потому что если много сил идет на постановку по лагерю доставание с паникой поспать там час-два вы очень много времени теряете 5-10 минут если вы совсем не можете идти на спать а так да кларан кофеин в принципе работает очень хорошо помогает есть какие-нибудь вопросы вес люкзаков у вас такой получается примерно 5 килограммов на каждом 5 да 7 максимум причем вес люкзака не влияет от времени года осень или весна ну то есть я всегда с собой это беру какую-нибудь запасную вещь то есть это обычно пуховый свитер вот и он в принципе у меня присутствует как весной так и зимой ну так и осенью я беру какие-нибудь носки теплые на сон но меньше воды как правило поэтому у нас одинаковый вес получается очень хороший пуховый жених представить продавать наушковые которые не продавались сейчас по 3000 они 250 грамм весит на меня и плечем пухов поварка но такие тоненькие духовые куртки я не знаю как сейчас модель называют врачи большее количество продавали дальше по акции со скидкой они 250 грамм женские такой маленький кулечек сворачивается они действительно тепленькие плечи поварка то есть если увидите где покупать они еще вы бы сейчас среди не помню а не приезжая снаряжение есть еще вопрос я так понял термос и бойлер вы никогда не берете тяжелая а как между стартом и пром финишем у вас нет горячей воды то есть только холодная вода и сладкая вода сейчас на самом деле очень много пунктов мне кажется датом финиша как минимум два раза будет горячее питание мы там не сидим берешь чашечку и идешь и пьешь потом стаканчик куда-нибудь с собой не знаю приходишь а ничего нет даже не стоит рассчитывать даже зимнее осень холодно никакого термоса с собой нет термос весит сам по себе грамму 600 очень много из него на ходу не очень удобно и он горячий так с собой сейчас полтора литра воды я думаю хватит ну крайне случае на дистанцию день заливаем уже если селк тыс ну полтора литра мне кажется до осени хватит ну про изотоник уже говорили а костер если то есть костер у вас только на профиль шестолад никаких костров на костре мы используем посуду мы тоже говорили из консервов банчика персики делаем котелочек такой который весит очень мало и стаканчики это вот тетропакиваю пьешь пипец и вырезаешь вот тебе стаканчик и тарелочка потом это все сжигается и соответственно второй день ты естественно не ешь не останавливаешься на гости ну то есть специально точно нет потому что это время мы теперь легче быстрее дойти перетерпеть какую-то боль и прийти на проффиниш там полноценно отдохнуть чем растянуть ты тут посел там посидел тебе тяжело но ты растянул пришел в итоге в ночи а с утра вставать пока ты делаешь костер то есть нас смеется тому что мы максимально быстро при дистанции чтобы больше времена насмейка минут пять то есть в начале минут 20 не начать когда-то я там полтора часа съела в начале подорсюм минут 20 я там обоговариваю сейчас мы придем пять минут полотнем ну чтоб карты посмотреть идем дальше получается премию там еще очень много теряется премию к сожалению потом усвоение и раскачать потому что многие еще будут какие-нибудь попросы дадим слово Саше как раз спасибо Саша Киселев команда называется дочет коротенько нам сейчас в детстве посчитаем первый раз когда я пошел на ММД я пошел с командой Сани и Ирина Сапонова поэтому я до конца не дошел но там был достаточно высокий и поэтому я сразу попал в первую сотню в тот раз когда дошел до конца и дальше много лет стремился уже улучшить свой результат поэтому наверное я дам несколько советов тем кто уже регулярно финиширует и хочет именно попасть например ставить задачу попасть в первый десяток я считаю что на ММБ есть три качественного хорошего результата есть три главных составляющих первое это хорошие кроссовки второе это умение ориентироваться и не тупить и третье это правильная еда то есть я знаю примеры людей которые пытались сэкономить вес брали там какой-то фантастический легкий рюкзак не знаю два с половиной килограмма но при этом не брали еды и приходили на промфиниш на чай потому что не скончались силы то есть это нужно подобрать под свой индивидуальный режим питания не забывать про еду и стараться максимизировать результат на этом еду поскольку есть достаточно часто важно просто подумать о том как вы будете доставать из рюкзака то есть если вам придется 20 раз за дистанцию остановиться и открыть рюкзак то вы на этом потеряете много времени поэтому покупайте рюкзаки с пустыми карманами продумывайте как вы еду разложите я вот например беру с собой такие засыпки типа изотоника или сам их делаю и просто засыпаю банк от панангина быстро засыпаю на ходу в воду и не трачу на это время опять же очень многие вопросы они индивидуально то есть то что говорили предыдущие лекторы для меня не подходит то есть я и весной и летом беру пол литра воды я не беру и все но дальше конечно мне приходится пить там из ручьев то есть я стараюсь попить прямо в ручье в ручье в реке если она нормально выглядит взять с собой много воды конечно бывали да но если вы боитесь продаются в Турине всякие таблеточки которые обеззараживают воду но я думаю что это актуально весной а осень уже не так актуально они гадные на вкус очень но никогда не пробовал были такие последствия когда-нибудь ну когда-то наверное были я один раз было были но бывали просто года когда воды было совсем мало то есть это заранее не предугадаешь потому что не знаешь где дистанция я так плохо знаю Московскую область то есть я не могу предсказать сколько там озер реактивных на ходу ну то есть нужно стараться не тормозить на дистанции не останавливаться как уже говорили то есть понимаете что если вы хотите улучшить свой результат то нужно улучшать те моменты на которые вы тратите максимальное количество времени то есть от того что вы будете не идти со скоростью 5 км в час а идти со скоростью 6 км в час это у вас конечно время сократит но не очень сильно а вот от того что вы не потеряетесь два раза на дистанции и не уйдете куда-нибудь попутать часа на полтора вот это действительно время очень сократит поэтому для того чтобы улучшить как бы ну свое умение я очень рекомендую сходить там одной или несколько раз на руку в одиночку это накладывает гораздо большее требование на то как вы идете по дистанции потому что у вас нету напарника вы должны полагаться только на себя и это как бы я много раз очень ходил один и прогресс он от этого очень большой от того что вы идете в одиночку вы идете без GPS понятно что наверное для новичков это совет не очень хороший лучше все-таки взять GPS на всякий случай аварийный а если вы уже точно верно что вы все равно дойдете до финиша то я очень рекомендую попробовать походить без навигатора одиночку ну если вы например я не могу всем советовать я просто могу сказать как я делал например тент я шил сам ну не шил а клеил сам из мешков для шин которые такие плотные продаются в Ашане вот у меня тент прошел 6 ммб то есть я его не сжигал на порядка 130 то есть под коньком пропускал веревочку на которой собственно была несущей конструкцией привязан с линдерей то есть я как бы в нем уверен что он не порвется в середине ночи и я там не буду под дождем спать от остаток поэтому ну вот это для меня важнее чем сэкономить грамм 30 очень много в первых раз у меня вообще было плохое снаряжение там тяжелый рюкзак сам по себе рюкзак плохой и тяжелый наверное рюкзак находил килограмм до 8 ну то есть это мне не мешало там в двадцатку иногда попадать поэтому тут нет универсальных советов кому-то важно сэкономить полкило кому-то не важно то есть кто-то может быть наверное с десятью килограмм и хорошо может пробежать вообще я бы ну если вы хотите улучшить результат я конечно рекомендую тренироваться но надо понимать что главная в общем мышца человека находится в голове то есть главное тренировать голову и планирование дистанции ориентирование на дистанции вообще МОБ же это не бег на стометровке там всегда есть о чем подумать ну из если вы боитесь например промокнуть на дистанции и думаете я несколько раз первым брал больше вещей чтобы придя на промфиниш одеть сухое потом я понял что сейчас это конечно читерство это не автономность но организаторы всегда делают огромный костер на промфинише ну и поскольку я прибегаю все-таки достаточно рано там почти никого нет и можно просто встать у костра и просушить все вещи поэтому если я прибегаю насквозь мокрый то дальше все равно костра через полчаса я сухой и уже не так холодно то есть утра дожить можно ну и советую фуховый спальник купить все-таки может быть он дорогой и там новички так не делают но он позволяет сэкономить вес ну больше я наверно так не помню что сказать еще так а уховый спальник он размер какого? ну размер не очень имеет большое значение но вообще его можно в гермомешок ввозить там компресс-мешок если он у нас очень большой у меня уховый спальник весит грамм 600-800 ага так ну это достаточно тонкий да? это лошадьёвый спальник тонкий спальник, да? ну на ноль где-то на минус один продавил и пишет у меня северская спальник ассоциация с пуховый спальник да нет я думаю, пуховый спальник это материал а он бывает на любой температуре на любой вес сейчас пуховый все-таки легче чем синтетический пока что у Севера вроде как раз появилась модель примерно за столько же вот аналог этого примерно с теми же условными там граммами и градусами ну не стоит столько же ну тут уже как бы надо выбирать под себя что больше нравится очень рекомендую купить беговую куртку там в каком-нибудь ассексе потому что она мало весит и она легкая ну она легкая но при этом они очень прочные то есть кажется когда убираешь в магазине что она порвется от первого же сучка но потом ну там ходишь в ней пять лет на ММБ и она целая если ее над костром конечно не жечь и она греет но при этом почти ничего не весит я использую там термобелье беговое ну спортивное термобелье на лыжах катаюсь поскольку все-таки часто идешь с большой скоростью чтобы оно вводило влагу наверное все что я могу сказать так из советов если какие то вопросы есть по поводу ориентируешься почему что еще раз по поводу ориентируешься нет как раз вопрос с какой такой карты навигатор заказываешь используешь я не умею пользоваться навигатором никогда не брал я окажусь конкурсом значит позвольте пожалуйста ну наверное все как и смешно а а а а а а представитель детей болот а а а а многие говорят как облегчать рюкзак как тренироваться как бегать результат лучше я нам советую вам и получить удовольствие то есть мы заходим на соревнования в походе в первую очередь получить удовольствие вот и поэтому я наверно призываю вас именно к этому то есть удовольствие может получать наверное и в одиночном прохождении ммб но мы последнее время получаем удовольствие в компании бегаем в компании два три человек пять человек бегают вот ищите компанию и на ммб и до ммб приходите на хромфиниш ищите там друзей общайтесь создавайте наверное свои лагеря куда друзья придут если у вас будет больше сил то есть разбирайте ммб не как на соревнованиях как многие прессионеры в последнее время увеличили скорость и улучшились результаты а как некая где есть большая духовка людей в которых вы можете встретить только на ммб только на финише или может быть на финише если вы вместе дойдете вот это наверное то что я хотел сказать ну если есть вопросы какие то там по снаряжению по тактике и так далее я готов по-быстрому ответить если нет то спасибо а вот такой вопрос после ночевки как обувь замерзшие есть какие то у вас хитрости одевать только костер ну как я поставил на пару минут там на три минуты смотрю какой костер она отогревается все выступили если вы хотите что-то не хотите чтобы не холодно у меня просто обувь обычно ночует под комбинатом я в клею она не замерзает достаточно такая холодная но не замерз вообще-то можно надеть ну тогда все все наверное все выступили на этом можно вечер закончить я могу что-то добавить если могу рассказать вот тут про тенты говорили у меня тент 250 граммов весит я его использую уже лет 15-20 полиэтиленовый тент я его беру во все летние походы и не жигали вот он у меня служит очень много и по ним можно поместиться вдвоем если сделать каркас из веточек из орешника вот так воткнуть да то он расширяет объем кстати я хотела показать вам всем фильм но так как уже заканчивается время может вы посмотрите дома интересная идея подает есть такой канал адвокаты его это такой умелец который делает своими руками удивительные вещи в том числе там гормон делает там заплавляет ножи и вот у него такие советы по он сделал каяк из веток еловых обтянул тентом обычно причем он этот тент надевает ножки на каркас каяка так он сам сделал из еловых веток на этом каяке плывет а потом он этот тент использует как тент совершенно нормально ну конечно не по порогам ходит короче говоря у него есть очень интересный такой ролик лесной 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 дом адвоката не был он его за за заматывает каркас каркас веток заматывает упаковочные такой лент вот и как обогреть палатку тоже хороший вариант ну это если палатка будет совсем комфортно ну нагревает камни и кладет их в котел так чтобы камень вылезал ну не касался дна и сверху оборачивает фольгой ну там ролики можете посмотреть короче говоря а так вот например я очень люблю комфорт и поэтому комфорт я воспринимаю как для себя что у меня должен быть легкий рюкзак но при этом я люблю тепло и мягко спать и поэтому я беру два с собой спальника все равно у меня рюкзак бывает весит ну не больше четырех килограмм я стараюсь ну четыре двести но я беру мало воды потому что ну не боюсь пусть как бы из всех уж вот как Саша ну не все конечно лучше но стараюсь моречь из того более прозрачной но когда очень хочется пить уже сначала плохо плохо ну а ничего нормально из ручьев надо пить из лучшин не надо из лучшин если на болоте есть хорошие лужи то можно попить ничего страшного то есть если сверху не будут ну короче говоря у меня никогда ничего не было я не советую вам я просто рассказываю с сбором вот и я обычно беру 330 миллилитров у меня бутылочки ну всегда такая ну правда ну осенью да мало хочется пить иногда беру чуть побольше но уж не больше 800 миллилитров это точно то есть пол литра и 330 это максимум но обычно и столько не беру вот я беру два спальника и чем это хорошо вот один обязательно пуховый то есть ну весной когда тепло один пуховый обязательно надо брать я считаю пуховый спальник он действительно теплый не надо бояться что он там промокнет берешь маленький мешочек или даже просто полиэтиленовый пакет если его убрать то все нормально вот и когда холодно я беру еще примоловковский спальник вот здесь кстати вот сейчас я сплавовский использую 450 граммов ну маленький если один в другой вставлять то это сразу дает очень большое ну гораздо больше тепла чем ну грубо говоря один спальник кило триста будет в нем будет холоднее чем взять 750 граммов и плюс 450 прямоловки еще очень хорошо да говорили пуховые вот эти свитера да хорошо еще если нет с рукавами то можно взять жилетку кстати сейчас тоже появились классные жилетки пуховые здесь я очень давно не покупала жилетки потому что они все были короткие а вот сейчас появились длинные ну чтоб прикрывают главные части тела да если взять жилетку которая чуть-чуть ну не то что великоват не обтягивает очень хорошо не спать убрав руки внутрь и тогда сразу повышается количество воздуха которое между телом и утеплителем то есть ночевать внутри пуховой жилетки и пуховом спальнике это уже очень хорошо и обязательно да использую флисовые наколеники говорили там сползает чего-то там натирает вот это наверное неопренные никогда не использовал ни неопренные носки ни неопренные наколеники только плисовые наколеники и очень хорошо они не только греют но и все-таки от механических повреждений немножко вот в общем то все не берите палатки берите тенты зачем палатка лучше тенты и два спальника чем палатка вот какой вы ну все если есть какие-то вопросы то пожалуйста закрываем уже время всем наоборот спасибо